Добрый день, коллеги! Я вас приветствую на секции по кибербезопасности СУТП. Это большая секция, она будет состоять из двух частей. Модератором первой части буду я, меня зовут Марина Сорокина. Я руководитель продуктового направления компании Infotex по защите промышленных систем. И давайте я представлю вам наших гостей, спикеров, которых мы сегодня будем слушать, про их лучшие практики и опыт. Начну с Александра Реунова, моего коллеги, руководителя направления АО Infotex. Прошу поприветствовать. Дальше я представлю Андрея Галдина, заместитель генерального директора АО НИАС. Дмитрий Доренский, руководитель практики промышленной кибербезопасности Positive Technology. И Айрат Мухамедшин, заместитель руководителя отдела кибербезопасности СУТП, компания InantStage. Наша секция будет посвящена защите технологических процессов предприятия. Мы поговорим с вами о выявлении кибератак на промышленные предприятия, а также про техническое организационное обеспечение. Соответственно, регламент у нас такой, на спикера у нас 20 минут. Я попрошу всех спикеров придерживаться тайминга и попрошу, наверное, оставить пару минут для вопросов из зала. То есть по окончанию выступления можно будет задать вопрос спикеру по тому материалу и опыту, с которым он поделится. Здравствуйте. Предлагаю начать с Дмитрия Доренского. Дмитрий нам расскажет про опыт отраслевых проектов по защите промышленных предприятий. Меня зовут Доренский Дмитрий. Я руководитель практики промышленной кибербезопасности Positive Technologies. Немножко про себя. У меня определенный довольно большой опыт и образование в области промышленной автоматизации. И в кибербез я пришел именно оттуда. И последние более чем 10 лет занимаюсь кибербезопасностью именно в промышленности и с тем, что называется СУТП. Говоря про опыт Positive Technologies в промышленных предприятиях, опыт всегда базируется на каких-то кейсах, проектах. Соответственно, у Positive за эти все годы накопился большой багаж кейсов практически во всех якорных отраслях Российской Федерации, отраслях промышленности. И не только в России. Соответственно, и вот на базе тех проектов, которые мы сделали во всех этих отраслях, собственно, мы подчеркнули ряд выводов и ряд моментов, которые мы усвоили. Что же мы усвоили? Первое. История про кибербезопасность на промышленном предприятии, она про, есть такой термин, не из области гибербеза, а из области политики больше, это неделимость безопасности. Она про что? Она про то, что подход, при котором защищать отдельные корпоративные системы и максимально изолировать технологическую инфраструктуру и системы, которые, по сути, зарабатывают деньги предприятиям, не получится обеспечить комплексную безопасность всего предприятия или промышленной компании целиком. IT-инфраструктура предприятия, она единая. И делить ее на корпоративную, технологическую, не знаю, какую-то облачную, это неправильно. И, собственно, если IT-инфраструктура единая, то и безопасность тоже будет единой. Еще один момент. Когда говорят про безопасность промышленных предприятий, почему-то, ну, традиционно, все начинают говорить про защиту АСУТП, безопасность АСУТП и так далее. Но наш опыт показывает, что защищенность АСУТП, технологических систем, это не равно защищенности производства как такового. Почему? Кейсы, международная практика, да, там кейс, всем известный, Scalennial Pipeline, он говорит о том, что остановить производственную деятельность можно, не атакуя АСУТП вообще, не трогая ее. Вот, предприятие вынуждено будет просто прекратить свою деятельность. В ряде случаев в мировой практике бывало такое, что предприятие прекращало свое существование, именно промышленное предприятие. Но, с другой стороны, существующий подход по защите АСУТП только как объекта КИИ, в соответствии с существующими нормативами, в соответствии с федеральными законами и прочим. На практике он не дает никаких гарантий защищенности предприятия целиком. Вот такая история. Поэтому защищенность СУТП никогда не равна защищенности предприятия целиком. Еще одна история, и наш опыт, он заключается в том, что мы поняли, что кибербес, он нужен. Вот, раньше были разговоры, что на производстве метрологам, людям, которые отвечают за эксплуатацию систем промышленной автоматизации, оперативному персоналу, до кибербеза нет дела. На самом деле, сейчас это уже не так. Просто кибербес каждому, в соответствии с его должностными обязанностями и функциями на предприятии, нужен свой. Если ИБшникам нужна понятная всем история, защита от угроз, управлять инцидентами, управлять уязвимостями, то производственникам, на самом деле, нужны тоже вещи в области кибербеза, но эти вещи немножко другие. Мы говорим про легитимность операций, мы говорим про непрерывность процессов, мы говорим о защите от деструктивного воздействия на системы, на технологическое оборудование, как изнутри, так и извне. Да, неоднозначный термин, но скажу слух, чем глубже, тем результативней. Это про что? Привычные ИБ-инструменты, которыми сейчас в основном оперирует рынок ИБ, в том числе для защиты промышленных предприятий, он работает на уровне либо операционных систем, либо стандартизированных сетевых технологий. Это работает и тех возможностей, которые такие инструменты дают, безопасникам на предприятии достаточно. Но для решения задач кибербеза именно производственников, о которых мы говорили выше, инструменты ИБ должны работать на прикладном уровне систем. Для того, чтобы решать те самые задачи по контролю достоверности процессов, по непрерывности какого-то функции управления производственными объектами, ИБ-решения должны уметь работать с прикладным уровнем систем. Собственно, это основные такие моменты, которые мы сделали на основе наших проектов. И какие выводы на основе этого мы получили? Первое. Мы как компания-разработчик не хотим разрабатывать отдельные специальные решения, классы средств защиты для промышленных инфраструктур. То есть история, когда создается специальный антивирус для SCADA-систем, индустриальные НГФВ и так далее, это вообще не наша история. Мы не про это. Мы хотим, чтобы те решения, те технологии, которые мы делаем, которые мы предлагаем рынку, однозначно и эффективно работали вообще во всех элементах инфраструктуры, будь то корпоративная инфраструктура, будь то технологическая инфраструктура, будь то телеком, самый разный, то есть IOT и так далее. То есть те решения и продукты, которые у нас есть, мы хотим, чтобы они эффективно работали вообще везде. Что мы в итоге делали? Те продукты, которые у нас есть в портфеле, якорные продукты, мы накачиваем на постоянной основе, экспертизой для возможности работы именно с прикладным уровнем систем промышленной автоматизации и управления производством. Соответственно, это история про то, что каждый продукт, который включен в нашу комплексную платформу промышленной кибербезопасности, он умеет работать с софтом, контроллерами и оборудованием уважаемых компаний, отечественных, зарубежных. И, соответственно, мы будем это делать и накачивать такой экспертизой эти продукты на постоянной основе. Мы это уже делаем. Второе вывод, который мы сделали, управление кибербезопасностью, как корпоративного, так и технологического сегмента должно быть централизованным. Ну, странно, да? То есть иметь два СОКа промышленный и корпоративный или разделять вообще службы обеспечения информационной безопасности, которые отдельно занимаются защитой СУТП и защитой корпоративных или бизнес-систем. Это странная история. Поэтому в нашем понимании для того, чтобы централизовать функцию безопасности промышленного предприятия целиком, всей IT-инфраструктуры, должно быть полное техническое функциональное покрытие. Поэтому мы предлагаем наше решение на базе того стека продуктов и технологий, которые поддерживают прикладной уровень систем промышленной автоматизации, мы предлагаем использовать и даем возможность использовать их вообще в любой части IT-инфраструктуры промышленного предприятия. Независимо от отрасли, в которой предприятие функционирует, это может быть электроэнергетика, это может быть нефтегаз, это может быть транспортное предприятие, вообще не важно. Мы даем возможность масштабировать решение с полноценной защитой от масштабов одного маленького объекта, даже не обслуживаемого, до масштабов целой отрасли. И, собственно, эта история у нас называется Industrial Cyber Security Suite. Это платформа промышленной кибербезопасности. Но это все техника. Мы все понимаем, что прежде чем заниматься технической реализацией функции безопасности, функции защиты, предприятию необходимо сделать ряд вещей, определить недопустимые события, проектировать процессы, разработать модель безопасности, сформулировать программу проектов и так далее, и так далее, и так далее. То есть вся эта история про то, что техническая реализация на самом деле, это уже фактически заключительные этапы создания комплексной системы безопасности промышленного предприятия. И то, что нужно сделать до этого, Positive тоже вместе со своими партнерами предлагает пройти этот легкий путь, поверьте, этот путь не такой сложный, как выглядит на слайде, вместе с нами за руку. Но это уже совсем другая история, о ней мы можем поговорить уже вне рамок доклада. Спасибо. Спасибо, Дмитрий. Есть ли у нас вопросы из зала? Да, есть. Я прошу передать микрофон. Добрый день. Иванов Константин, Северсталь. Вот вы немножко сказали интересную вещь по поводу легкого пути, особенно интересно определить недопустимые события. Ваш опыт подсказывает, какое время занимает действительно качественная проработка недопустимых событий в компании? Ну, если говорить о сроках, прямо вот, сколько нужно времени, то есть между каким и каким моментом. Если мы говорим о моменте от проведения первичного обследования, разговора с первыми лицами компании, до момента запуска технической реализации, первого этапа условно, этот путь может занять 6-8 месяцев. На каждый объект Киев. Еще раз. Мы говорим о защите от недопустимых событий. Защита объекта критической инфраструктуры – это немножко другая история. Хорошо. На каждый объект защиты. Давайте так. Все зависит от того перечня недопустимых событий, который у вас будет определен. Еще раз. Остановить предприятие, то есть остановить деятельность или операционную деятельность предприятия можно не только путем прямой атаки на объект критической инфраструктуры или какую-то управляющую систему. Это может быть сделано со стороны бухгалтерии. Вот я говорил о кейсе Scalennial Pipeline. Ну, наверное, кто не знает, я вкратце расскажу. Это компания, которая занимается дистрибуцией топлива на восточном побережье Соединенных Штатов Америки. Эту компанию атаковали. И она прекратила свою деятельность на несколько недель по простой причине. Не атаковали производственные системы. То есть перекачка топлива потребителям она могла быть продолжена, но остановили операционную деятельность с точки зрения логистики, взаиморасчетов с клиентами и так далее. Но недопустимое событие было реализовано. Деятельность предприятия прекратилась. Поэтому срок реализации и объект защиты он зависит от того, какие недопустимые события для предприятия будут обнаружены и установлены. Комментарий понятен. Спасибо. Дмитрий, а можно я разовью вопрос? А есть ли какая-то методика по определению недопустимых событий? Мне кажется, что это самый ключевой момент, от которого все строится. Есть ли какая-то шаблонная инструкция или это каждый раз какие-то новые исследования для каждого предприятия? Методика есть. Она формализованная. Соответственно, мы ее можем предоставлять нашим клиентам и партнерам. Спасибо. Есть еще вопросы? Есть вопрос. Да. Эльман Бейбутов, позитив. Вопрос про разделение интересов ИБшников и производственников. Очень хорошо было подсвечено, что ИБшники интересуются действиями пользователей, такими более классическими инцидентами с точки зрения инфобеза, а производственники больше на целостность, на технологический процесс и так далее. А потом был слайд, что в целом лучше строить единый сок и не заниматься дублированием функций. Отсюда интересная, собственно, там задачка. Кого обучить проще? Службу мониторинга, в которой сидят классические ИБшники, их научить ступешным процессом и пониманию, что есть что на уровне разбора инцидентов? Или, может быть, наоборот? Или, может быть, какой-то иной подход, когда служба L3 может быть вообще размазана и каждый занимается реагированием на свои интересные им юзкейсы? Какой есть опыт в этой части? Опыт есть. Есть такая история, всем известная, про войну осушников и ИБшников. И осушники, со всем уважением, просто принятая терминология, осушники всегда воюют с безопасниками в нашем понимании, по одной простой причине. Они не понимают свою роль. То есть у них есть задача, которую безопасник может решить. Но какую роль, например, оперативный дежурный персонал на объекте или служба эксплуатации, или метрологи должны выполнять в рамках процессов, например, реагирования или мониторинга инцидентов безопасности, они не знают. И безопасники не доносят эту историю. В нашем понимании вовлекать персонал, который, собственно, работает на объекте, выполняет обслуживание, эксплуатацию систем промышленной автоматизации, нужно по минимуму. И эти люди работают четко по инструкциям. То есть если у него будет инструкция на то, что в случае какого-то инцидента информационной безопасности нужно пойти в конкретное место, выдернуть конкретный патч-корд или погасить какую-то рабочую станцию, он пойдет и это сделает. В этом нет проблемы и нет конфликта. Поэтому, возвращаясь к твоему вопросу, нужно ли обучать производственников каким-то азам выполнения функции защиты, я бы сказал, что нет. Их нужно информировать. Есть понятная история, awareness программы. То есть когда персонал просто держат в курсе, его обучают, ему рассказывают об актуальных угрозах, о том, что может произойти на его предприятии, на его участке, и о том, что нужно делать в таких случаях. Вот это максимум, что от производственников требуется, на самом деле. Спасибо за вопрос. Есть ли еще вопросы из зала? Михаил Горчуков, Центр исследования безопасности информационных технологий. Вот когда вы рассказывали о выявлении недопустимых событий, это чем-то похоже на то, что раньше называлось бизнес-импакт-анализис? Спасибо. Да, это похоже. То есть здесь основы все, на которых строится методика обнаружения и работы с недопустимыми событиями, вся основа, она уже давно формализована. Есть большое количество ГОСТов и стандартов по риск-менеджменту. Есть там серия ГОСТов 27 серии. То есть там все это есть. Просто тот подход и та методология, о которой мы говорим, она такая сублимированная. То есть это выжимка, и она действительно упрощает жизнь и сокращает время реализации проектов и конкретных задач по защите по факту бизнеса. В этом плане вы абсолютно правы. Спасибо большое за вопросы. Я предлагаю остальные приберечь для кулуаров, в том числе дискуссию, можно ли сделать универсальное средство по защите информации для IT и АСУ, и в том числе Айота. И предлагаю перейти к нашему следующему спикеру Александру Реунову, который расскажет нам про построение системы защиты технологических процессов предприятия. Коллеги, здравствуйте. Мы вот, как представители, я как представитель компании Инфотекс, разработчик от Совета защиты информации, мои коллеги, наверное, за последние годы в том или ином формате пересекались практически со всеми представителями организаций производственных промышленных предприятий, которые здесь участвуют. И, соответственно, со своей стороны, наверное, можем оценить как очень зрелый уровень компетенции сотрудников подразделений по информационной безопасности. Вместе с тем, естественно, как может быть характерно для той или иной отрасли, здесь коллеги тоже выбирали лучшее, а в последнее время ситуация там где-то поменялась, да, и есть определенные новые вводные. С позиции общего взгляда, да, вот на текущем слайде приведен пример, где, какие отрасли в нашей жизни деятельности, не только промышленные предприятия в том или ином виде автоматизированы и технологии присутствуют, наверное, везде. С позиции специалиста по информационной безопасности, помимо бенефитов, да, применение технологии несет определенные риски, которые следует предусматривать, закрывать. Что дальше? Да, вот понятно, там очень актуально, уже где-то набившая оскоминную ситуацию, там информация, что произошло в прошлом году. Все бывшие друзья, все друзья, многие друзья стали бывшими, начали уходить. Это касалось и производителей средств промышленной автоматизации, средств корпоративной автоматизации, там, да, области IT, это и производители программного обеспечения, и производители средств техники, серверов и так далее. Ну, и отрасль информационной безопасности тоже этот в этом поучаствовал, что ли, то есть многие представители рынка ушли, иностранные представители рынка. С другой стороны, опять-таки, да, я думаю, тут все это видели на себе, там, да, либо на каких-то примерах, мы можем сказать, что со своей позиции, что мы участвовали во многих ситуациях в прошлом году, когда, с одной стороны, все активно занимались импортозамещением от безысходности, да, что то, что раньше было, перестало быть, там превратилось в кирпич, а с другой стороны, атак было гораздо больше, все это видели, там, да, результаты разные, в целом, где мы, по крайней мере, участвовали, все было достаточно неплохо. Кроме этого, понятно, есть регуляторная составляющая, то, что приказы и требования нормативных документов определяют, ну, в большей степени применительно для объектов КИИ, и говоря, в целом, наверное, ничего нового на текущем слайде, да, вот, как правильно защищать индустриальные системы, нет, это просто, ну, определенная подборка, поэтому, надеюсь, будет более интересно и полезно, если мы, как организация и производитель, поделимся определенными, во-первых, новыми, там, новой информацией про какие-то новые решения, а, во-вторых, информацией про то, какие успешные сценарии, кейсы имели место быть вот именно за последний период. Мы, там, наверное, что такое випнет, все знают, есть там кто-то, кто випнет слова никак не слышал? Руку поднимите, пожалуйста. Все слышали, приятно. Вот, у нас более 60 продуктов в линейке, так или иначе их можно сегментировать, ну, и применить под те или иные задачи, да, вот, говоря про то, что промышленным предприятиям ничто человеческое не чуждо, там тоже работают люди, у которых есть персональные данные, там тоже предприятие может иметь несколько подразделений территориально распределенных, подключенных к сетям связи общего пользования, там, да, к каким-то системам жизнеобеспечения общим. Соответственно, что мы, как отечественные производители средств криптографической защиты информации можем предложить, это защитить каналы между этими самыми подразделениями. При этом, опять-таки, да, требования могут отличаться, пожалуйста, хотите железное, железное, хотите виртуальное или программное, тоже все это есть. И, наверное, отдельный момент, который является нашим особенностью, да, или базовой функциональностью, это возможность без каких-то дополнительных ухищрений, лицензий, затрат, взаимодействовать с любыми другими организациями, использующими такую же технологию, то есть, так называемое межсетевое взаимодействие. Очень востребованная в последнее время функция. Ну и вот, собственно, определенные с натяжкой нетиповые сценария, но тем не менее, один из них это изолирование инфраструктуры, построенной на различных импортных средствах автоматизации, ну, как минимум для того, чтобы импортный производитель удаленно что-нибудь не отключил. Понятно, что для этого могут использоваться устройства различных производителей. Я могу элементарный пример привести. Там есть почта России, у нее есть франкировальные машины, у нее и пользователи данной системы. Решение это не отечественное, а защищается с помощью отечественных рест криптографической защиты информации, в том числе нашего производства. Двигаемся дальше. наверное один из наиболее актуальных запросов, которые мы получали за последнее время касался замещения, замены средствами сетевого коронирования уровня NGFV. Со своей стороны мы как можем двигаемся в направлении развития, по функционалу наверное можем отнести себя наше изделие, конкретно продукты к решениям уровня NGFV и можно рассматривать определенный успешный опыт есть, уже накоплен именно по замене хорошо зарекомендовавшихся раньше решений, которые сейчас стали недоверенными или негарантированными. Это как раз те возможности, про которые я говорил, весь базовый функционал, все это есть, не буду на этом сильно останавливаться. С другой стороны, мы как производители полной линейки связи информации, почти полной, стараемся, чтобы решения были между собой интегрированы и дополняли друг друга. Тот же самый межчатевой экран, имеющий модуль IPS, может являться источником событий для определенных внешних систем, то есть можно выгружать в унифицированных форматах в CM, в лог-коллекторы, куда угодно. Мы со своей стороны также предлагаем определенное решение, которое будет автоматизировать и упрощать анализ событий информационной безопасности. У нас есть свой мини-CM, работающий исключительно с нашими событиями и касающийся в большей степени именно сетевой безопасности, плюс имеющий функционал, кнопку отправки инцидентов в НКЦКИ, для кого это может быть актуально. И, наверное, последний немаловажный момент, что мы используем собственные сигнатуры, сигнатуры собственного производства, у нас их более 14 тысяч, и для кого это важно, есть свидетельство о регистрации базы данных отечественной. Что еще? Еще одним актуальным запросом являлось обеспечение защищенного удаленного подключения, защищенного подключения удаленных пользователей. Началось это все еще раньше, когда была пандемия, тогда очень многие организации оперативно решали этот вопрос, и опять-таки мы не скрываем, мы поставляем на рынок, стараемся поставлять исключительно сертифицированные продукты, где-то это накладывает отпечаток на их удобство пользования, юзабилити, то есть может быть несколько меньше. Понимая этот момент, мы собственно доработали, и сейчас предлагаем решение нового поколения, в плане организации подключения большого количества пользователей. Во-первых, что тоже немаловажно, это теперь решение может работать на отечественных операционных системах, не требуются никакие Windows, ну и второй важный момент, это то, что есть возможность оперативного подключения тысяч и тысяч пользователей, то есть теперь процедура, механизм именно выпуска справочников, доставки, он технически решен. Оговорюсь, что на текущий момент мы завершаем сертификацию данного решения, где-то на рынок его вывели именно отталкиваясь от существенного спроса, когда для многих, многие готовы были идти на применение данного решения с данной оговоркой. что дальше? А дальше собственно, что мы можем предложить для компьютеров конечных пользователей? По сути, у нас есть наиболее полный комплект решений персонального VPN под различные типы операционных систем, включая отечественные и неотечественные. И наше приложение доступно в магазине приложений для конкретных операционных систем, что также повышает удобство применения. Ну и еще один нетиповой сценарий, это использование программного VPN в умных устройствах. Ну вот, например, в видеокамеры отечественного производства компания НИЗ-технологии мы встроили VPN внутрь, соответственно, никаких дополнительных устройств рядом ставить не надо, канал защищен уже от источника, от камеры. В качестве источника либо может быть иное умное устройство, там контроллер или иной какой-то микрокомпьютер. еще один нетиповой сценарий, который у нас сейчас несколько таких проектов есть в проработке, это сбор телеметрии с продуктов производства организации, кто-то делает компрессоры, кто-то делает двигатели, кто-то еще более сложные агрегаты, которые уходят своим пользователям и где-то там эксплуатируются. Соответственно, контроль состояния данных изделий немаловажен с позиции обеспечения их гарантийного или негарантийного обслуживания. Соответственно, использование защищенного канала в ряде сценариев может быть интересно производственному предприятию уже не как собственный бизнес-процесс, а как бизнес-процесс последующего сопровождения. Еще один момент, завершая вопрос подключения сотрудников и коммуникации сотрудников, тоже понятно, что в этой части тоже требуется импортозамещение, можем предложить защищенный мессенджер, вся инфраструктура которого будет находиться у конкретного владельца. То есть никаких внешних серверов, через которые будет идти внутренний трафик, не требуется, все будет у организации. И дополнительные возможности, то есть базовый функционал, наверное, наиболее близкий и по интерфейсу, и по функционалу, это WhatsApp. В плане дополнительных каких-то вещей, это возможность интеграции с СИП-телефонией организации и системами видеоконференц-связи. Опять-таки, да, еще один нетиповый сценарий, к нам поступали запросы, когда организации требовалось оптимизировать процесс контроля приема сдаточных испытаний, либо каких-то иных работ, когда там, допустим, конкретное изделие монтировалось, подключалось на удаленном объекте. Решается это по-разному, кто-то с помощью фотоаппарата, флешки, там, тот же самый защищенный мессенджер может сделать это быстрее и надежнее. Понятно, что это не самое, наверное, полноценное решение, более полноценное это разработка конкретного бизнес-приложения с встраиванием системы защиты, библиотеки для защиты канала или сообщений. Ну, что так же возможно, просто более сложно. Еще целый класс задач, которые стали еще более актуальны в прошлом году, это все, что связано с инфраструктурой открытых ключей. Это и отзыв негостовых сертификатов СССР, у каких-то порталов, и вопросы подключения к собственных сотрудникам, и возможность использования сервисов удостоверяющих центров. Коллеги, вот по сути есть полный комплект решений для данного класса задач, не буду, наверное, сильно останавливаться, очень кратко. В плане удостоверяющего центра есть сертифицированные решения, и, наверное, что требуется рынку в ближайшее время, во втором квартале будет решение для отечественных операционных систем. В плане защиты канала по ТЛС есть возможность защитить собственный портал, как минимум от подмены, обеспечить одностороннюю либо двустороннюю аутентификацию, ну и возможность работы как на госте, так и не на госте. Также есть возможность автоматизировать процесс выдачи, хранения сертификатов подписи, проверки и подписания больших массивов данных. Это может быть применимо для внутреннего электронного документа оборота либо почтовой корреспонденции. И еще один момент, тут, наверное, менее востребовано для текущей аудитории, но это возможность интеграции со СМЭФ. Тоже есть готовое коробочное решение, которое снимает в существенном объеме задачу последующих тематических исследований для доказательства корректности защиты информации при подключении к СМЭФ. Ну и теперь, наверное, самое востребованное для текущей аудитории, это именно что из средств для индустриального применения мы можем предложить. Можем предложить наложенные средства защиты информации. Это, опять-таки, всем известные наши криптошлюзы в индустриальном исполнении с дополнительным функционалом, климатикой, электромагнитной совместимостью, функционалом промышленного международного экрана, а также встраиваемые средства защиты информации. В чем плюс или наиболее возможные сценарии применения, это то, что решение совместимо и с корпоративными изделиями, то есть, если в организации, в СОДе, в офисе уже установлены корпоративные криптошлюзы, не нужно менять технологии или использовать две технологии совместимые и на каких-то объектах, в цехах может эксплуатироваться оборудование в специальном защищенном исполнении. То, что уже говорил, да, с поддержкой международного экрана типа Д, промышленного. Говоря про встраиваемые решения, это целый комплекс решений со своей системой управления, со своей системой настройки и формирования ключей. И, собственно, что это такое? Это либо исполнение на плате для монтажа в контроллеры, в какие-то умные изделия, либо это более простое, более дешевое решение на чипе, наиболее востребованное сейчас это решение в электроэнергетике в рамках создания, развития системы интеллектуального учета электроэнергии. И дешево, и решает требуемую задачу, обеспечивая классы с КЗИ и КЦ3. Один из последних моментов, который хотелось бы упомянуть, это возможность обеспечить доверие к станциям, к компьютерам за счет использования программного модуля доверенной загрузки. В чем плюс данного решения, что его можно встроить практически везде, не сталкиваясь с проблемой, что отсутствует тот или иной разъем. И немаловажный момент, это ценовая составляющая ввиду определенного дефицита компонентов ввиду курсов, программное решение сейчас существенно получается более экономически интересное, чем аппаратное. И отдельный момент, что мы сейчас завершаем сертификационные мероприятия, чтобы данный продукт мог обеспечить соответствие требованиям КЦ3 для средств VPN. Соответственно, комплект будет стоить не 750000, 57000, а 750000, 12000. Это тоже может быть интересно. Ну и наверное момент, пару слов про будущее. То есть на этом все мы не останавливаемся. В курсе не в курсе. Мы в конце прошлого года получили сертификат ФСБ на наше решение системы квантового распределения ключей. Можно потом отдельно, если кому-то интересно, пообщаться. А зачем это вообще нужно, сколько это стоит, почему и как. Коллеги, большое спасибо за внимание. Я основную информацию, которую хотел рассказать, рассказал. Уложился во время. Мне еще осталось 2 минуты 45 секунд. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста. Коллеги из зала, прошу задавать вопросы. Как вы понимаете, мне тяжело их задавать. Да, есть вопрос. Особенно про встраиваемые всевозможные модули, компоненты, решения. как выглядит путь согласования такой встройки с вендором-производителем технологического оборудования, какие может быть истории успеха, граблей вообще, и кто в конечном счете отвечает за комплекс целиком, если возникает вопрос где-то на стыке интеграции. Вопрос очень хороший. Вот, Марина, если я попросу помочь. Меня не пустили на сцену читать доклад, поэтому я все равно ворвусь в ответы на эти вопросы. На самом деле встраивание средств криптографической защиты информации осуществляет разработчик устройства, потому что он понимает какие риски информационной безопасности для этого устройства, понимает типовую модель угроз и нарушителя, и этот процесс полностью лежит на нем. После завершения встраивания, как на программном уровне, так и на аппаратном, потому что понятно, что мы говорим про микросхему или модуль, происходит процесс оценки, так называемая оценка влияния устройства на СКЗИ, по результатам которой выдается заключение регулятора на возможность соответственно использования. И после этого это устройство с прописанными функциями безопасности можно использовать в конечной системе. Конечно, когда решается вопрос информационной безопасности всей системы, должен быть сделан проект, но этот проект может опираться на встроенные функции безопасности устройства. я думаю, что многие знают, например, если мы говорим про КИТ, то в 239 приказе в СТЭК написано, что встраиваемые механизмы более приоритетны. Вот это как раз речь идет о том, что само устройство приобретает такие встраиваемые механизмы. Успешные кейсы сейчас уже есть. Завтра мы, я сразу проанонсирую, будем говорить про защиту индустриального интернета вещей и интеллектуальных систем учета электроэнергии. Я думаю, что в рамках этой секции мы как раз расскажем про такие кейсы. Вот сейчас есть у нас положительный опыт по встраиванию таких схем во шлюзы, которые собирают информацию с приборов учета. И прямо в ближайшее время мы уже все с вами, большинство из нас станут свидетелями, как в их домах будут устанавливать такое оборудование. Поэтому призываю вас приходить на секцию, думаю, будет интересно. Ну что, есть ли еще вопросы? Ну хорошо, вопросов нет, тогда я предлагаю отпустить Александра и перейти к следующей теме. Поговорим про риски информационной безопасности АСУТП, что, где, когда и для чего экспертизы и на стейч. Я прошу Айрата занять место спикера. Добрый день, уважаемые организаторы и участники конференции. В данном докладе речь пойдет о анализе рисков информационной безопасности применительных промышленных систем промышленной автоматизации. Также будет осуществлена предыстория вопроса, корни проблем, кратко освещена методика, то есть, как мы видим процесс анализа рисков и поговорим о получаемых преимуществах. Если говорить о технической стороне вопроса, сейчас развитость управляющих функций достигла довольно высоких значений. То есть, также на данный момент сильно размываются границы между технологическим и корпоративным сегментом, потому что по иерархии дальше после СУТП такие классы систем, как Advanced Process Control, то есть, система улучшения управляемостью технологическими процессами и система управления производством. Кроме того, СУТП уже называют киберфизическими системами, то есть, системы при реализации киберугроз в отношении которых можно получить вполне осязаемые физические последствия. Также следует отметить, что эта проблема во всей красе может стать на старых промышленных площадках, которые уже не единожды пережили модернизацию, на которых представлены разные поколения не только средств автоматизации с разной киберустойчивостью, но и разные поколения технологий. Говоря об организационной стороне вопроса, сразу оговорюсь, не везде все так плохо, это некий свод тенденций, которые мы получили при работе с заказчиками. как уже отметили предыдущие спикеры, имеем неуклонный рост количества инцидентов, и они довольно трудоемки в своем расследовании. Кроме того, законодательство у нас сейчас идет по пути уточнения и детализации, то есть оно становится все более обязательным. При том, что нормативная база, она декларирует необходимость оценки последствий анализа рисков, но не дает конкретной методики и конкретного инструмента. И все-таки следует отметить, что информационная безопасность это деятельность, хоть и важный бизнес-процесс, но он денег не зарабатывает, но при этом отстаивать бюджеты на eBay ежегодно необходимо. Во что потенциально это все может вливаться? То есть решения могут приниматься на основе интуиции исходя из собственного опыта. Также имеет место выжидающий подход, но он хорош до первых серьезных инцидентов. Либо базироваться исключительно на букве нормативно-технической документации и деятельность по eBay на основании результатов моделирования угроз. То есть при этом положение законов и подзаконных актов никто не отменял. также дает вопрос собственно с чего начинать, за что браться и почему именно так необходимо поступать. То есть вопрос кто виноват наверное риторически, а вот что с этим делать мы попытаемся сейчас ответить. анализ рисков eBay мы позиционируем как инструмент который призван дать возможность командам обеспечения eBay моделировать и оценивать риски и потенциальный ущерб в изменяющихся условиях, то есть при изменении входных данных. Здесь как бы соответственно никоим образом не стоит цель умолить роль регуляторной составляющей и тем более ее не отменить. Основной целью здесь является выявление приоритетных направлений по обеспечению eBay и перевод языка киберугроз на понятный математический и финансовый язык. Соответственно какие задачи должны быть решены это предоставление в денежном выражении последствия инцидента eBay обоснование соответственно затрат на реализацию целенаправленный выбор средств защиты и присвоение приоритету реализации мер по защите информации. Сейчас рассматриваем компоненты то есть информационный безопасность функциональная промышленная безопасность они имеют под собой следующие составляющие то есть это законодательство по обеспечению БКИ то есть в разрезе данного доклада объекты КИИ и СУТП можно считать тождественными. Документы регуляторов далее идут корпоративные стандарты стандарты организаций функциональная безопасность это hazard operability азоп анализ также стандарты по построению систем противоаварийной защиты промышленная безопасность это 116 федеральный закон о промышленной безопасности то есть из-под которого все-таки вывели объекты электросетевого комплекса и опосредованно тоже можно указать здесь закон о безопасности объектов ТЭК номер 256 это в части антитеррора и безопасности вот и собственно наша задача связать воедино и получить доказуемую связь инцидентов информационной безопасности функциональной промышленной безопасности тем самым расширить и дополнить регуляторные составляющие и требования стандартов организации вот то есть получая однозначную взаимосвязь инцидентов перейти к комплексной рискоориентированной системе по обеспечению информационной безопасности то есть которая основывается именно на рисках какие же исходные данные нам понадобятся для данной деятельности то есть по информационной безопасности довольно все ясно это результаты аудита информационной безопасности модель угроз модель нарушителя также статистика инцидентов чуть позже ближе к концу доклада объясню почему красным цветом вот с точки зрения функциональной безопасности это структурные характеристики программно-технических комплексов автоматизации и функциональные схемы СУТП также схема автоматизации процесса промбес это декларация промышленной безопасности паспорт безопасности опасного производственного объекта и технологическая карта техпроцесса чтобы оценивать влияние сбоев на сбоев в работе системы автоматизации на непосредственно технологический процесс схема реализации у нас видится следующий то есть первым шагом это инвентаризация определения ценности информационных активов вот то есть фактически производится опись активов и ресурсов и также обозначение их ценности для заказчика далее идентификация последствий от реализации каждой из актуальных угроз применительно к активам далее оценка потенциального ущерба оценка эффективности уже внедренных защитных мер вот определение наихудших сценариев реализации негативных последствий то есть как раз здесь уже начинается связка то есть вопрос выходит за плоскость информационной безопасности уже начинается привязка инцидентов функциональной и последствий реализации инцидентов промышленной безопасности далее для каждого сценария собственно оценка применимости риска с учетом шкалы оценки уровня приемлемости то есть данная шкала определяет пороги значений которые для предприятия приемлемы либо уже неприемлемы и соответственно реализовав последующие шаги мы приходим к приоритизации мер то есть становится понятно какие меры необходимо внедрять в первую очередь какие во вторую какие можно собственную деятельность по анализу рисков она совместная то есть как из таблицы видно заказчик предоставляет то есть перечень объектов в киев исходные данные по информационным активам то есть инвентаризационная информация мы как исполнители то есть если не было аудита информационной безопасности то есть мы проводим обследование инвентаризацию уточняем модель угроз либо разрабатываем ее заново при необходимости вот и составляем перечень последствий то есть от реализации угроз далее совместно уже с заказчиком формируем перечень последствий технологического процесса то есть как никто лучше все-таки знает заказчик что будет от дестабилизации данных процессов вот и далее оценка последствий инцидентов промбеза и далее формирование шкалы оценки ущерба то есть установление границ приемлемости после чего нами производится разработка дерева событий то есть это возможные варианты развития событий при наступлении киберинцидента вот собственно оценка рисков и формирование реестра вот отчетная документация она представлена будет двумя большими документами в первом отчете излагается собственно сама методика то есть приемы инструментарии алгоритмы допущения вот ценность информационных активов последствия реализации и шкала оценки ущерба собственно сам реестр рисков ИБС УТП состоит из рисков которые ранжированы на приемлемые и неприемлемые с описанием и с указанием размера потенциального ущерба Собственно какие нам видятся преимущества подразделения по обеспечению Б выявляют наиболее проблемные области обеспечения информационной безопасности то есть это ответ на вопрос с чего же все-таки надо начинать какие направления более критичны какие нет обоснование целесообразности внедрения тех или иных средств защиты то есть это уже контраргумент на тезис что информационный безопасный денег не зарабатывает зато мы можем ответить сколько она нам может сэкономить прогнозирование эффективности реализуемых мер то есть это именно то самое изменение входных условий то есть все-таки система обеспечения Б это живая система перестраиваемая изменяемая кроме того ландшафт угроз тоже могут меняться ввиду изменения состава объекта защиты как пример и собственно получаем упрощение согласования бюджета на обеспечение Б то есть это тот самый перевод языка кибер угроз на всем понятный язык денег то есть язык который понимает руководство любого уровня что же получает заказчик в целом то есть это оценка потенциально экономического ущерба то есть это такая безболезненная интеграция технологического сегмента в лона система оценки рисков предприятия в целом ну и соответственно эффективный бюджет который будет доказан и математически обоснован существует два пути то есть если мы идем по классическому пути регуляторной составляющей то есть основываясь на результатах категорирования моделирования угроз ИБ мы формируем требования вот дальше может быть стадия технического проектирования по результатам которые уже формируется бюджет разработка реализации решений но даже в моей практике есть случаи когда большие сложные красивые проекты просто оказывались на полк после того как собственно была произведена бюджетная оценка и как раз не было ответа на вопрос с чего же собственно лучше начинать если мы идем другим путем после аудита безопасности проводится анализ рисков далее результаты анализа рисков можно использовать для категорирования либо уточнения результатов категорирования как раз в оценке ущерба и принадлежности к тем или иным показателям после уже идет приоритизация мер и соответственно формирование бюджета информационной безопасности и после уже разработка решений вот какие могут быть преимущества первое это наверное преемственность то есть данная деятельность она начинается не с нуля в ее основе лежат результаты аудита и бэй и моделирование угроз безопасности то есть их можно при необходимости их не проводят повторно адаптивность то есть наша методика адаптируется под отрасль и под заказчика комплексность выражается в том что технологический объект управления не рассматривается в отрыве от объекта ки собственно которого автоматизируют технологического процесса то есть мы как раз имеем комплексное рассмотрение вопроса со стороны функциональной промышленной и информационной безопасности вот и завершенность это собственно доведение задачи до рубля то есть как раз получение простого адекватно решаемым задачам инструмента для обоснования бюджетов на информационную безопасность вот но не все так ладно в нашем королевстве то есть гладко было на бумаге да забыли про враги то есть в процессе разработки продукта мы изначально опирались на вероятностный подход как раз к слову о том что необходима статистика инцидентов и б по тем или иным объектам к чему привело отсутствие статистических данных то есть это необходимость определять вероятность так называем экспертным но эмпирическим путем что собственно мы подумали приведет к субъективности и непрозрачности оценки кроме того уже ряд экспертов высказывает такое мнение что бизнес больше интересует оценка последствий а не вероятность наступления события и да пока мы рассчитываем вероятность события собственно события может и наступить что тоже не есть хорошо вот поэтому мы собственно перешли к подходу так называемому от сценария то есть в результат в результате анализа рисков выбираются наихудшие сценарии то есть несущие самые тяжелые последствия вот и собственно для данных сценариев определяется ущерб и меры по нейтрализации выбираются исходя из того то что в первую очередь закрываются то есть планируются к внедрению и реализации меры которые нейтрализуют именно наихудшие сценарии соответственно мы здесь пришли к тому что имеем оптимальное соотношение ущерба и стоимости нейтрализации вот что же собственно дальше какие наши дальнейшие шаги то есть все-таки мы надеемся что мы найдем либо источник наработки статистики инцидентов либо научимся рассчитывать вероятность без необходимости данной статистики на данный момент мы автоматизируем все рутинные вычисления потому что сейчас идет наработка информационных моделей объектов вот и соответственно алгоритмизация автоматизация расчетов в последующем нам видится что данный продукт выльется в предоставлении услуги оценки рисков как онлайн сервиса иб или программного продукта то есть мы сейчас этот путь проходим с продуктом цифровая модель угроз то есть мы к методике ибду в стек России прикрутили метро вот и все это дело автоматизировали сейчас готовимся в третьем квартале представить продукт с минимальным функционалом именно в виде веб-сервиса где можно будет организовывать проекты заполнять путем заполнения опросных листов формировать информационную модель и собственно рассчитывать автоматизированным угрозой актуальности угрозой информационной безопасности вот собственно если данная продуктовая модель будет успешной анализ рисков собственно станет продолжением этого продукта и мы планируем все-таки выйти на полный цикл аналитики то есть именно в виде сервиса вот большое спасибо за внимание спасибо осталось 2 минуты 17 секунд пожалуйста вопросы да есть ли вопросы спасибо за доклад выглядит как такое большая рутинная работа консалтинговая по написанию кучи табличек с кучей расчетов а вопрос собственно в плоскости автоматизации последние слайды были про это но кажется что не той автоматизации хочется есть ли какие-то может быть способы проверки тех угроз на практике в симуляциях может быть какие-то цифровые двойники вы используете потому что я уверен что дотошные клиенты особенно дотошные руководители обязательно зададут вопрос а почему вы считаете что эта угроза в итоге будет вероятно да и в итоге будет реализуема как технически обосновать да на практике что эти все расчеты это просто не бумага а как бы реальная практика мы обладаем набором стендовых мощностей сейчас как раз в процессе реализации именно стенд имитирующий работу газофракционирующей установки также мы планируем масштабировать стенд уже и развернуть там отечественные решения отечественной скады системы и отечественные контроллеры и собственно да мы планируем именно визуализировать это в качестве мотивационной части именно демонстрацию атак на стенде продолжая вопрос с Эльманом на самом деле вопрос стендирования интересный но практика показывает что цифровые двойники часто стоят ровно столько сколько стоит агрегат фактически и этот путь явно не для всего подойдет возможно у вас есть какие-то другие пути опять же подтверждения действительности расчетов как я уже упоминал это деятельность по анализу рисков это совместная работа то есть привлечением именно технологов предприятий вот соответственно не мы одни будем утверждать что те или иные угрозы приводят к определенным последствиям хорошо понял спасибо добрый день Владимир Карентаев подскажите пожалуйста не совсем все таки понятно вот эта дельта между процессом категорирования предусмотренным 127 постановлением ФЗ 187 и тем способом оценки рисков которые вы предлагаете вот где это дельта или это примерно одно и то же потому что все что вы сказали хазоп промышленная безопасность в целом предусмотрена нормативка которая есть раз уж сегодня день начался с нормативки я решил тем немножко продолжить это первый пока вопрос будет еще один собственно представляемая методика она не взялась из ниоткуда это именно обобщение экспертного опыта частично какие-то вопросы затрагивались они именно уже даже в стандартах предприятия но где-то вопросы заканчиваются информационной безопасностью непосредственно вот кто-то пошел дальше и скажем стал оценивать функциональную безопасность и скажем стоимость вывода оборудования из строя вот и все-таки промышленная безопасность так или иначе она оставала в стороне то есть позиционируем нашу подходу мы именно создаем сквозные цепочки вот то есть не рассматривая отдельно вопросы функциональные отдельно промышленные отдельно информационные безопасности ну не хочется глубже уходить но все же в текущей нормативке возможность анализа декларации промобезопасности она предусмотрена поэтому по большому счету это некое обобщение опыта насколько я понимаю применение в том числе и нормативки там прав я или нет да совершенно верно и тогда второй вопрос мы опираемся в том числе на регуляторную составляющую понятно теперь понятно и второй вопрос если формат подразумевает а можете привести какой-то пример положительного взаимодействия с командой Хазопа ну вот вы приводили конкретный способ анализа из промобезопасности функциональной безопасности а можете какой-то рассказать положительный пример когда вот как-то вы были интегрированы с этой командой и вот что было в результате очень интересно направление новое вот соответственно такого именно положительного опыта о котором можно уже смело говорить на данный момент его сейчас нет но мы собственно в процессе встретимся через год тогда обсудим да да я надеюсь уже будет повод то есть данные работы сейчас ведутся в одной из компаний нашими силами и я надеюсь в следующем году будет повод встретиться и сделать совместный доклад об успешности данной деятельности просто мы чем-то похожим занимаемся вольтэнергетики вот вы справедливо заметили что сетевой сегмент из-под закона был выведен и не все методики мы можем нормативно использовать но мы используем их с методологической точки зрения поэтому мне кажется вот этот интересный опыт который у вас есть в нефтегазе нефтехимии можно потом будет обменяться опытом какой есть опыт в других отраслях с великим удовольствием спасибо я продолжу у меня маленький вопрос вы говорили о типизации расчетных моделей под отрасль и конкретного заказчика вот и тот сервис который вы предполагаете вот на последнем сладиву информации вывести сервиса он в моем понимании предполагает наличие у вас уже типовых расчетных моделей отраслевых для электроэнергетики для нефтегаза для металлургической отрасли есть ли у вас то есть два вопроса в одном есть ли у вас такие типовые отраслевые модели расчета и второе можете ли вы ими поделиться собственно вот с представителями отраслевых предприятий или это часть вашего собственно там продукта который вы продаете во-первых да это предполагается как часть нашего продукта возможно то есть некое описание оно станет общедоступным вот на данный момент так как исторически мы все-таки больше работаем в топливно-энергетическом комплексе и в основном на предприятиях нефтегазодобычи переработки то есть в первую очередь мы сфокусировались на них то есть у вас модели есть но они в основном вот там для определенной отрасли для всех пока отраслей не сделано спасибо спасибо большое так а можно еще вопрос давайте мы иначе выйдем за регламент наш за тайминг перенесем вопросы в колуары очень такая интересная тема благодарю зал за активность но тем не менее мы вынуждены соблюдать тайминг поэтому предлагаю перейти к следующей теме поговорим мы про обеспечение безопасности информации в системе организации движения поездов Андрей Галдин заместитель генерального директора ООНИАС еще раз добрый день уважаемые коллеги в рамках своего доклада я хотел бы наверное поделиться основными проблемами и сложностями которые нам приходится решать при обеспечении безопасности информации систем движения поездов как система СУТП я представляю ООНИАС это главной институт ООНИАС в области автоматизации и связи и мы занимаемся уже традиционно более 60 лет если еще с точки зрения создания института системами организации движения поездов и в этой части у нас конечно опыт создания надежных систем очень высокий но я покажу как информационная безопасность меняет и требования и подходы к созданию и проектированию таких систем для начала давайте я просто кратко расскажу вообще в чем суть проблемы у нас я буду рассказывать на примере системы организации движения поездов на московском центральном кольце в бесплотном режиме вот это вот та система которая сейчас уже функционирует функционирует конечно в тестовом режиме но тем не менее поезд реально ходит в графике в общем графике движения поездов естественно без пассажиров но он идет по всем пунктам останавливается когда надо единственное он просто не принимает к себе пассажиров на борт многие может быть даже видели на дверях написано идут тестирования так вот в чем сложность сложность в том что еще там 10 лет назад сам по себе электропоезд или любой локомотив да и сейчас большинство таких представляют совокупность систем которыми управляет микропоцессорная система управления тяговыми двигателями управления дверями тормозами и так далее и тому подобное при этом все микропоцессорные системы они конечно внутри локомотива взаимодействуют между собой но при этом ни к каким сетям они не подключены ни с какими наземными системами не взаимодействуют если и идет какое-то взаимодействие то только через человека грубо говоря через флешку условно и в этой ситуации если рассматривать поиск АКСУТП то более-менее понятно что атака на него может пройти только в несколько этапов специально обученной командой специальными знаниями технологиями и тому подобное поэтому тут до какого-то момента все скажем так в нашем сообществе было спокойно вместе с этим с 12-го года в АОЖД начала создаваться интеллектуальная система управления железнодорожным транспортом и основной наверное целью этой системы было заменить специалистов в АОЖД было очень много специалистов которые рисовали графики движения поездов их было настолько много и представьте да человек меняется условия меняются дорожные условия там какие-то климатические и так далее новые водные и допустим там изменение направления основного потока движения грузов и человек должен перерисовывать эти графики это процесс достаточно сложный творческий и считал что хороший графитчик это вообще просто ну вот его нужно воспитывать и воспитывать и в итоге была поставлена задача давайте создадим систему которая вот такие графики будет делать в режиме онлайн изменилось что-то вот там стал какой-то недоступный участок мы все поезда направим по другому по другому графику это в режиме онлайн сделали и поехали естественно как только эта система создалась а эта система заметьте не класса с утп эта система защищалась как гиз правда с высоким достаточно высоким классом защищенности расположена она не в самом защищаемом сегменте в аваржд а достаточно хоть и выделенном но достаточно ну скажем так менее защищаемом сегменте и как только вот такие вот такая функциональность появилась естественно возникла мысль а почему нам сразу этот график не заводить на борт подвижного состава пошли дальше если мы имеем график на борту подвижного состава почему мы не можем отказаться от машиниста и говорить о беспилотном движении мы уже вот сегодня слышали что многие сказали человек самый ненадежный или бед любой технической системы его надежность функционирования 10 минус 1 10 минус 2 это и то только в случае применения вспомогательных систем то есть это самая ненадежная система вот именно вот в плане наверное функционирования любой технической системы самый ненадежный элемент и вот когда такая задача возникла мы стали говорить о том что на локомотиве должна появиться прослойка интеллектуальная прослойка но интеллектуальная прослойка она будет стоить чего-то тогда когда она имеет подключение к каналам связи к каналам радиосвязи все как только мы подключили локомотив к каналам радиосвязи мы с вами ограбили полный набор соответствующих уязвимостей угроз которые мы должны нейтрализовывать и с этого момента началась ну скажем так незримая это не борьба это наверное какое-то наверное может быть и совместное противоборство да и наверное движение к одной цели специалистов в области функциональной безопасности то есть это специалисты которые обеспечивают высокую надежность функционирования электропоезда как техническая система надежность там 10-6 и выше и внедрение на борт локомотива средств защиты информации стали смотреть средства защиты информации какой имеет уровень доказательства безопасности и надежности очень низкий они вообще не имеют нет сертифицированных средств которые бы имели доказательства безопасности приходим к тому что либо надо создавать свое либо надо что-то делать имеющимися количество сертифицированных средств защиты достаточно большое но электропоезд климатика вибрация электромагнитная совместимость и сразу это множество сузилось ну если не до нуля то практически до вырожденного некого множества и это все именно вот и стало основным камнем наверное споров между функциональной и информационной безопасностью стало понятно что функциональная безопасность она есть на электропоезде и от нее она должна быть она обеспечивает безопасность движения поездов информационная без нее тоже отказаться нельзя вот помните мы сегодня утром говорили кому на какой стул сесть вот я честно скажу я наверное по своему немного завидую даже тем людям которые знают на какой стул им сесть вот нам наверное придется сидеть на двух стулех то есть мы вынуждены и соблюдать и требования регуляторов но при этом с нас эта проблема то не с ними то есть мы все равно будем иметь высокую ответственность за инциденты информационной безопасности и мы от этого никуда не уйдем и ответственность она поверьте ну что мы все прекрасно понимаем безопасность движения там и так далее поэтому конечно пришлось искать компромисс применения средств защиты информации совместно с функциональной безопасностью если мы не можем доказать на текущем этапе доказать безопасность и надежность функционирования средств защиты информации значит гипотетически требуемый уровень можно повысить тогда и только тогда когда мы можем его обеспечить совместную работать с уже существующими подтвержденными устройствами функциональной безопасности и это наверное основная парадигма к которой мы пришли но как только мы стали жить дружно информационная и функциональная безопасность все равно хотим мы это или не хотим у нас возник вопрос а кто главнее кто по большому счету будет управлять движением поезда то есть с одной стороны мы говорим что вот этот интеллект он пришел в эту интеллектуальную прослойку и защищается информационной безопасностью но останавливать то поезд или реагировать на инциденты информационной безопасности будут именно низовые устройства устройства подключенные к устройствам безопасности функциональной безопасности и вот вот этот вот спор он есть всегда более того даже могу сказать что мы сейчас стоим перед выбором как глубоко в электропоезд должны проникнуть средства защиты информации если в начале мы говорили о том что электропоезд слава богу мы поставим на него средства криптографической защиты информации то сейчас уже практически все понимают что с одной стороны этого недостаточно а с другой стороны ведь начинается разговор вы поставили свои средства защиты информации надежность ухудшили ну ладно вы там придумали как сделать комплексную работу с функциональной безопасностью а что вы сделаете с задержками слава богу мы понимаем что средства защиты развиваются там производительность улучшается там и так далее и так далее но сейчас-то сейчас-то все равно есть узлы элементы системы которые очень чувствительны к задержкам и конечно получается так что ниже какого-то уровня мы технически пока средствами защиты информации хотели бы мы это или не хотели мы опуститься не можем я просто могу например привести пример сложности этой проблемы дискуссионности этой проблемы возьмем проект автомашинист это беспилотное движение локомотивов маневровок локомотивов на сортировочных станциях то есть движение локомотивов без машиниста это понятно но мы понимаем что с сортировочной станции локомотив если он перестанет служиться он может уехать на пути общего пользования со всеми вытекающими последствиями мы сейчас ведем опять-таки свою разработку средств защиты обосновываем применение того или иного средства так у нас на следующей неделе будет НТС института по целесообразности применения определенного класса средств защиты для того чтобы закрыть опять-таки определенный набор угроз и реализовать вот эти вот те самые меры о которых мы говорим и вот эта задача она идет с нами постоянно то есть да мы идем от к малому наверное к большему средства защиты проникают менталитет людей меняется в том числе вот наших разработчиков но мы понимаем что это не происходит в одночасье прошло уже с моментов вот внедрения первого интеллекта и средств защиты информации ну наверное я бы сказал порядка четырех лет то есть за четыре года мы только начинаем понимать что без средств защиты никуда и это понимают уже другие разработчики которые разрабатывают чисто функциональность допустим беспилотного движения там ласточки или маневрового локомотива и конечно вот мы сейчас проговорили про техническую составляющую вот сегодня отмечали да и я уже говорил о том что человек у нас самое наверное слабое звено то есть какая роль человека в беспилотном движении поездом вот эксплуатирующий персонал и что вот нужно сделать для того чтобы система работала надежно понимая что человек он подвержен стрессовым ситуациям он подвержен чему угодно хоть магнитным бурем в конце концов вот я просто опять-таки приведу пример мы в рамках внедрения этих технологий мы начинаем уже постепенно обучать машинистов на московском центральном кольце и я вот наблюдал когда все машинисты проходят вот через наш вот этот экспериментальный поезд я наблюдал когда машинист впервые садится за поезд вот с автоведением у него сначала какой-то шок культурный как так я вот не могу вот эту вот ручку двигать там он первый день откатывается с каким-то вот а потом я наблюдаю что люди при первой возможности включают автоведение и все да их там они отвечают при этом они вот даюра да они отвечают за безопасное движение поездов то есть человек несет ответственность машинист несет ответственность если произойдет какой-то инцидент не система система еще в тестовом режиме работает и тем не менее они достаточно легко переходят в автоведение при этом дальше идем мы отрабатываем различные сценарии а что делать если система защиты скомпрометирована кто должен и как вмешаться какие сценарии надо отрабатывать отработать на локомотиве при движении локомотива в частности например отрабатывается один из сценариев когда просто у локомотива скорость понижается допустим до там 40 км в час и дальше уже с помощью системы безопасности например поезд который у которого защита скомпрометирована который условно уже отключился от связи от всего он подъезжает к платформе высаживает пассажиров после этого он уходит на третий путь на московском центральном кольце так вот когда поезд берет и сам по себе снижает скорость и локомотив машинист на это не может повлиять это опять уже как бы вторая реинкарнация вот этого шока то есть человек тоже опять попадает в шок то есть мы людей должны готовить вот не зря машинисты проходят этот процесс ну достаточно задолго я думаю что реально московское центральное кольцо вот беспилотном режиме оно поет ну дай бог там в седьмом году да в 2027 году но тем не менее мы уже готовим эксплуатирующий персонал к тому что они будут работать в этой системе мы четко отрабатываем сценарии в которых у и машинистов и у диспетчеров которые находятся на стационарных объектах есть конкретные схемы действий и по большому счету мы сейчас ведем к тому чтобы минимизировать участие человека во всех процессах еще хотел бы отметить мы с вами все безопасники когда мы подошли к этому процессу мы говорим у нас будет администратор безопасности вот если не дай бог чего он вмешается нам сказали что на железной дороге есть одно лицо которое в конкретный момент по конкретной ситуации принимает решение это диспетчер или там машинист-оператор если будет допустим дальнейшая там схема реализации но в любом случае одно и это точно будет не администратор безопасности то есть администратор безопасности в лучшем случае это человек который сможет до диспетчера или машиниста-оператора донести информацию степень риска будет естественно поддержка вторая линия по всем инцидентам то есть поддержка и администратора и диспетчера и только после этого уже диспетчер который вообще говоря в инфляционной безопасности ничего не понимает будет принимать решение потому что основная вообще вот цель да и вообще вот основной критерий работы железной дороги это безопасность движения и непрерывность движения поездов вот все остальное подчинено этой цели вот тоже интересный момент и тут от этого тоже никуда не уйдешь ну и коллеги просто я вкратце хотел бы вот может быть вот эти вот основные такие вот сложности и краеугольные моменты вынести выводы то есть в любом случае информационная безопасность и функциональная безопасность должны жить вместе и дополнять друг друга и никакого здесь соперничества нет абсолютно никуда мы не денемся институту пришлось так или иначе инициировать разработку собственного неких средств защиты информации это не значит что мы ее с нуля будем создавать естественно мы это создаем на базе имеющихся средств защиты информации других вендоров но с точки зрения учета полного учета требований железнодорожного транспорта требований по функциональной безопасности и опять-таки наших стандартов тут мы никуда не денемся нам все равно это приходится делать когда мы говорили про минимизацию задержек я к сожалению упустил один момент этот вопрос внедрять средства защиты или не внедрять все равно мы должны делать с помощью управления рисками то есть оценку управления рисков и без этого мы никуда не денемся вот предыдущий доклад он очень интересный и мне кажется важный я вот посмотрел отклик достаточно большой нашел в нашей аудитории ну и наверное последнее это минимизация вообще вмешательства человека в функционирование системы потому что человек не может полномасштабно и нормально управлять системой у которой надежность функционирования 10-4 10-6 просто по определению потому что это другая другая психофизическая система с другими параметрами поэтому мы ему должны дать только то место где он действительно должен принять решение может быть одно не знаю на месяц не дай бог подойдут инциденты но именно правильно и верно в той ситуации где техническая система не имеет заложенных в себя алгоритмов спасибо большое за внимание спасибо большое Андрей есть ли вопросы в зале вот есть вопросы первый ряд у нас сегодня особенно активен мы стараемся спасибо за доклад как всегда НИАС РЖД впереди то есть мы вот все равнялись на ваши стандарты организации в которых появились термины кибербезопасность читаем в том числе и научные труды Игорь Борисович Шубинский у других ваших коллег ну наверное вы опираетесь в том числе на эти публикации вопрос вот у вас на последнем слайде было требование о том что средства защиты информации должны проходить оценку соответствия функциональной безопасности это где-то у вас нормативно закреплено потому что в 6158 и других стандартах ну такой нормы нет и в целом вот АСУТП опасных производств где те же требования близкие предъявляются в целом допускается использование допустим межсилового экрана при разделении РСУ и ПАС например ну которые создаются тоже на основе требований функциональной безопасности но требований ФБ к средствам защитной информации не предъявляется вот здесь вот ваше требование ваш опыт очень интересен если вы можете поделиться было бы интересно услышать ну знаете мы исходим здесь из того что любая система которая устанавливается на борт локомотива должна иметь доказательство безопасности дальше только вопрос обосновать уровень это будет СИЛ-2 там СИЛ-3 СИЛ-4 вот для для средств защиты информации мы сейчас говорим в лучшем случае о СИЛ-2 вот в текущих условиях другого мы навряд ли пока сможем достичь да понятно ну вот я примерно про это спрошу спасибо да вы вот только ограничились паровозом да на самом деле у вас есть микропроцессорная централизация это особая тема вот и можно конечно рассматривать вот с учетом докладов особенно Дмитрия Доренского мне понравилось когда он начинал с верхнего уровня подхода то есть сначала бизнес процессы технологические процессы их реализующие уже IT-технологии которые реализуют технологические процессы и так далее и уже выявляются все вот эти тонкие места которые могут повлиять на работу предприятия правильно вы говорите диспетчер это самое главное рассматривать информационную безопасность можно в эволюционной цепочке развития вообще системы сигнализации централизации блокировки сначала были шары потом семафоры потом жезлы потом появилась релейная централизация теперь микропроцессорная и вот то что не было в релейной появилось здесь конечно уровень микропроцессорной централизации нужно отделить межсетевым экраном от уровня управленческого где таких проблем нет но допустим может быть вирусная атака там где рисуются вот графики движения поездов уровень поезда конечно тоже разделяется межсетевыми экранами и раз радиоканал то должна быть криптография но решение скорее всего идет на том самом верхнем уровне о котором говорил Дмитрий Доренский как это повлияет на крушение поездов на удовлетворение и комфорт клиентов и в частности даже вот такие моменты которые могли быть допустим на таких современных поездах как Ласточка там допустим или же допустим Сапсан где возникают уже проблемы из-за того что там появляется такая же сеть внутренняя как вот в автомобилях то что локальная сеть поезда где возможно еще и утечка персональных данных клиентов чего не было раньше вот но все равно за все отвечает тот кто отвечает за услуги которые представляет железнодорожную российские железные дороги вот такая как бы моя заметка к этому можно я дам небольшой комментарий я с вами полностью согласен с одной стороны но с другой стороны мы же понимаем масштаб РЖД да если берем грузовые перевозки кто отвечает за услуги за грузовые перевозки в РЖД центр фирменно-транспортного обслуживания в большом счете он далек от именно системы организации движения поездов хотя бизнес у них да деньги которые теряются у них там допустим пассажирские перевозки там тоже самое департамент пассажирского сообщения скоростного сообщения поэтому тут вопрос очень тонкий то есть РЖД вот говорили да я согласен всем что надо защищать всю IT да инфраструктуру но в РЖД наверное сделать невозможно тем более это настолько масштабно и глубоко что вот по щелчку пальцев не получится ты щелкнешь а случится что захотел лет через 10 дай бог или начнет случаться лет через 10 с точки зрения дорожной централизации железнодорожной автоматики если раньше мы ездили по именно сигналам рельсовой цепи и все устройства безопасности настроены на нее то сейчас мы уже видим гибридную систему управления то есть перед РЖД стоит задача увеличить пропускную способность уменьшить интервал движения поездов и это можно достичь например только за счет внедрения гибридных систем управления то есть когда мы имеем устройство которое снимает сигналы и с рельсовой и с напольной и в том числе вот из этих стационарных систем которые имеют уже дополнительную информацию о движении других поездов и собирают эту информацию поэтому сложные многогранные проблемы я с вами согласен здесь вот мое мнение сейчас просто я участвовал в совместном проекте с вами это значит высокоскоростная железнодорожная магистраль приходилось погружаться во все эти тонкости это все-таки развитие вот системы прежней просто элементы информационной безопасности туда пришли потому что там появились микропроцессоры появились компьютерные сети и появились операционные системы коллеги процесс идет эволюционный если мы допустим возьмем сейчас вот новую разработку института российской системы управления движением поездов и мы как допустим безопасники к этому процессу только прислонились то есть уже была некая концепция уже нарисовали какую-то схему да вот функциональную и что мы там увидели с ужасом если раньше допустим устройство жад они подключались по аналоговым каким-то цепям то теперь мы увидели что устройство МПЦ между собой соединяет обычными сетями вот все мы мы а раньше же они были изолированные то есть туда да нет нет и так будут сети скорее всего изолированные то есть в эти сети никого не пустят но мы понимаем прекрасно что сети-то все равно они пойдут каким образом и через какие шлюзы потом можно будет выходить потому что там те же самые сети УТН все равно они стыкуются с сетями УБТН там понятно есть свои шлюзы но ведь мы никогда не можем сказать что любое средство защиты обеспечит нам стопроцентную защиту да всегда пройдет какое-то время и появятся новые угрозы уязвимости и ты тут давай-ка этот процесс отслеживай у меня вопрос можно короткий постараюсь у вас очень хорошая была мысль мне понравилось про то что вы уже изначально задумываетесь о взаимодействии собственно службы информационной безопасности или тех кто отвечает за безопасность с человеком который принимает конкретное решение в данной конкретной ситуации почему интересно ситуация когда в рамках любого отраслевого предприятия неважно опять же электроэнергетика нефтегаз транспорт всегда проблема взаимодействия при возникновении инцидентов информационной безопасности вот на критичных системах проблема взаимодействия между ИБ и людьми операторами принимающими решениями на которых лежит ответственность вот сейчас эта проблема практически у всех вот и у меня даже не вопрос а просьба к вам если у вас уже есть понимание как строить методика как выстраивать взаимодействие между вот этими уважаемыми сотрудниками если оно у вас есть то очень было бы интересно посмотреть на него там хотелось бы чтобы вы поделились с остальными вот такими историями потому что это актуально для всех любой отрасли вот кто здесь присутствует вам скажут то же самое то есть безопасники и бэшники живут в своем мире оперативный дежурный персонал ответственный персонал живут в своем мире вот безопасностью нужно управлять и путем взаимодействия в первую очередь людей вот поэтому если у вас есть подобная история было бы хорошо если бы вы поделились спасибо в этом году мы эти сценарии должны отработать так что я надеюсь что в следующем году будет что рассказать спасибо вам будем ждать в следующем году спасибо у меня тоже есть вопрос к Андрею а я вот правильно услышала что все-таки диспетчер будет заменяться интеллектуальными системами то есть и больше стоит вопрос по интеграции системы информационной безопасности именно системы принятия решения интеллектуальной которая строит расписание ну вот и наше понимание и понимание заказчиков что должно быть так потому что смотрите если мы возьмем двух человек один придет скажет а все пропало все плохо а другой скажет слушай это твоя проблема как бы все должно быть хорошо не договорятся то есть по большому счету администратор безопасности скорее всего он будет управлять на техническом уровне да там неисправности контроль там и так далее но система будет проходить некий интеллектуальный фильтр и уже в каком-то правильном сжатом виде доноситься до диспетчера может быть даже минуя администратора пока мы хотим вот этого добиться потому что ну человеческий фактор он всегда наверное самый сложный понятно а у меня вот есть еще тоже продолжение вопроса я как человек 10 лет от работающей в компании занимающейся автоведением вот меня интересует а вот этот проект про который вы рассказываете про московское железное кольцо московское железнодорожное сообщение там речь идет о том что мы собираемся отказаться от машинистов совсем или да вот то есть гипотетически будет ровно так то есть будет ласточка в кабине которой сидеть никто никого не будет она будет двигаться по соответственно по данным с различных систем техническое зрение там и так далее плюс если вдруг возникают какие-то сложности то машинист-оператор сможет подключиться со статонарного центра диспетчерского контроля и управления предполагается что на первом этапе один такой оператор будет обслуживать до трех поездов у него будет создано ну может я не знаю такое вот место похоже именно на место машиниста ласточки и он просто будет выводиться естественно панель такая достаточно полномасштабная и он сможет просто переключаться с одной ласточки на другую при необходимости спасибо я просто хочу еще раз обратить внимание что если ласточка потеряла вот ну грубо говоря контроль или сбесилась то тут уже однозначно вот знаете вопрос сложный как узнать что компрометировали средства функциональной безопасности они подменили вот эти вот сигналы и средства защиты не шлет у меня все хорошо у меня все хорошо то функционально вот как раз тут без функциональной безопасности главное вот эти алгоритмы отработать она должна довести пассажиров до первой ближайшей станции высадить их а после этого ее уже уведут опять-таки она сама там с помощью железнодорожной автоматики уйдет на запасной путь и после этого приезжает бригада и разбирается там как уже надо да действительно поезда это очень сложные механизмы но я верю что здесь мы отработаем эти модели и алгоритмы потому что я наверное расскажу не секрет что Россия это лидер среди автоведения вот очень мало стран кто этим реально занимается и с учетом протяженности наших железных дорог те алгоритмы которые мы применяем уже много лет на самом деле да наверное 15-20 уже давно началась эта тема вот уже есть богатый опыт и сейчас мы вот с учетом текущих реалий с учетом информационной безопасности должны принять эти вызовы и доработать эти алгоритмы абсолютно таких технологий которые ведут поезд без людей без участия людей спасибо большое очень интересный доклад еще одну ремарку интересную вот просто как бы компания инфотекс может быть дифферамбы вот вы сказали про квантовое распределение ключей так вот в этом году у нас будет окр где на нашей тестовой ласточки мы и от технологий тоже отработаем вот спасибо это уже прям будущее спасибо вам большое за внимание я хочу попросить поблагодарить спикеров мы начинаем вторую сессию кибербезопасности с УТП меня зовут Даринский Дмитрий кто еще не познакомился и мы начнем с доклада Людмилы Застыловой руководителя обособленного подразделения АО РАСУ город Екатеринбург Людмила расскажет нам про обеспечение информационной безопасности СУТП атомных электростанций Добрый день коллеги хорошо что кто-то сегодня собрался я так смотрю у нас ажиотаж ну наверное будем дальше ведь не все вернулись поговорим тогда кулуарно о наших вечных проблемах и БСУТП мы сейчас расскажем я расскажу потом Константин продолжит к тему обеспечению информационной безопасности я конкретно проговорю про наши подходы концепции видения дальнейшего развития проблематику части БСУТП именно атомных электростанций поскольку РАСУ является главным конструктором АСУТП для АЭС и в том числе в зону нашей ответственности входит обеспечение информационной безопасности поговорим несколько вот направлений я для себя выделила то есть концептуально вообще в принципе обеспечение ИБСУТП дальше отдельно поговорим немножко спустимся вниз что же такое подсистема информационной безопасности про испытания и про документирование поскольку у нас как мы считаем и наверное это подтвержденный факт есть некая специфика относительно других промышленных систем то вот на каждом из этих моментов остановимся в чем же у нас такая уникальность и сложность начнем с обеспечения Б как в целом концептуальный вопрос так концептуально то есть говорим сейчас про систему информационной безопасности в идеале то есть это конечно к жизни имеет отношение в ряде проектов но большая часть это то к чему мы стремимся у нас есть превентивная защита превентивный подход есть детективный подход что такое превентивный подход в том числе это наша интерпретация это все что связано с активной защитой предотвращением внутри самих подсистем АСУТП то есть внутри работающего технологического процесса это включает и технические меры обеспечения и естественно организационные поддерживающие меры детективный подход это как раз таки отдельная история когда мы основной задачей является обнаружение либо признаков либо сами инциденты информационной безопасности и реагирование на них то есть мы не вмешиваемся в технологический процесс мы не накладываем никаких там дополнительных ограничений мы грубо говоря наблюдаем выискиваем анализируем то есть анализируем трафика анализируем системные журналы события безопасности и делаем какие-то выводы ну все это естественно накрывается организационными мерами не только на уровне подсистем но и на уровне там все что действует на самой станции если из концептуального подхода то есть превентивный подход у нас реализуется на уровне самих подсистем АСУТП а детективный в виде отдельной совершенно отдельной подсистем АСУТП мы называем САИБ АСУТП он отделен от основного АСУТП с помощью диодов данных то есть у нас идет гальваническая развязка это сделано не просто так потому что по требованиям и международным и российским все что связано с подсистемами внутри АСУТП идет оценка влияния и для того чтобы гарантировать невлияние нашей системы защиты глобальной на все подсистемы АСУТП которые на блоках например более 40 только на одном блоке используется мы отделяемся гарантированно физически и когда мы говорим об этом подходе то у нас я привела несколько примеров какие есть проекты и в каких у нас в большей части реализация идет если мы говорим о полноценном нашем идеальном видении которое должно быть это курс КС-2 это новая стройка новые блоки и там как раз мы используем сочетание превентивный подход плюс детективный на международных проектах где тоже мы отвечаем за АСУТП например АКОЭ это Турция где мы строим станцию там уже больше акцент идет на превентивном подходе но это связано исключительно с таким моментами у нас проекты не измеряются месяцами или годами ну вот там 1-2 года наши проекты идут если мы говорим там 10 лет от начала до конца это даже очень быстрый проект моментальный даже не успеем повернуться там в голову а уже он прошел то есть в момент когда все начиналось там зарождалось на то же самое АКОЭ когда разрабатывались только исходные технические требования даже концепции там какой-то отдельной подсистемы БЭЛ там что-то еще не было не было поддерживающей нормативной базы в том числе международной но сейчас к примеру Турция развивается с точки зрения требования кибербезопасности может быть даже активнее чем мы у них выпущены собственные регламенты то есть кроме международных они там выпускали себе регламенты и по безопасной разработке и по применению системы нарушения вторжения но уже на этом проекте невозможно это внести там по ряде причин в том числе начиная от проектирования то есть проектируется и сама станция и размещение всех вторичных систем и по крайней мере в подходе до модернизации это будет превентивный подход АЭС РУПУР который уже в принципе завершается там действует смешанное законодательство и там применяется тоже превентивный подход там и российская база и международная база такой он и Б в РУПУРе будет Бангладеш будет защищен но тоже со своими подходами если немножко углубиться там в частности то есть что такое там вот АСУТП части просто вот там кусочками то есть это набор подсистема АСУТП то есть АСУТП АЭС это не одна система можно сказать что там кому-то проще будет понять что это сегментируется в российском там законодательстве это называется там даже отдельные объекты КИ то есть АСУТП АЭС это не один объект КИ это совокупность там еще раз там более там бывает там 40 объектов КИ на одном только блоке считаем что в каждой станции в каждой стройке там до 4 блоков плюс общая станционная часть то есть это огромное-огромное количество так называемых подсистем АСУТП и в каждой из них вот есть своя там ПИП то есть подсистема информационной безопасности и вот как я уже ранее говорила есть отдельный стоящий САИБ не будем скрывать и в принципе наверное это всем известно особенно кто в теме что нету изолированных систем и на атомной станции тоже когда многие говорят что у нас все у нас там воздушные зазоры замечательно но только это неправда потому что когда вы заходите на сайты даже МАГАТЭшные там еще куча у нас сайтов ФРОСЭНЕРГАТОМ и откуда-то вы видите данные вот выработка мощности такая-то она не происходит из головы это не сидит эксперт который так а у нас сегодня 10 а завтра 20 все данные все данные приходят в онлайн вопрос правильной защиты этих данных точнее передачи этих данных поэтому АСУТП конечно взаимодействует внешним миром где-то через локальные сети той же станции где-то напрямую например там передача системному оператору данных она тоже есть только вопрос какими средствами если в российское законодательство именно в локальных актах там концерна у нас уже принято решение с прошлого года и максимальный переход идет все-таки на диоды где-то идет эта тема демилитаризованных зон почему потому что многим сотрудникам специалистам которые находятся в локальной сети нужны данные для определенных действий которые получаются СТП в онлайне и это недостаточно просто передачи через UDP каких-то сигналов чтобы они это видели поэтому там мы применяем подход демилитаризованной зоны и тоже сложно выстраиваем всю эту историю но защита идет и внутри подсистемы и детективно наблюдением за системой с помощью там соусиемов которые расположены в САЭБе и с помощью вот обезопасивания наших внешних соединений где-то ну на каждом проекте особенно в зависимости от того в Российской Федерации сделан ли международ они свои потому что вот если вы откроете любой наш законодательный акт 239 там нигде не написано что требования к диодам это обязательно то есть нет такого ни в одной мере а вот когда мы говорим про 62-645 который применяется на международных проектах с точки зрения информационной безопасности компьютерной безопасности кибербезопасности там разные у нас наименования да идут там идет история что к примеру подсистемы АСУ-ТП и внешней подсистемы не являющейся ТП должны гарантированно отделяться именно средствами с физическим разделением ну по сути диоды и даже внутри подсистем у нас идет взаимодействие тоже через диоды определенных потому что когда степень безопасности градируется там невозможно например из С1 передать в С3 ничего ну то есть там более жесткие с этой точки зрения требования на РУПУРе там свой подход то есть вот каждый раз у нас проект уникальный поэтому 100% типового унифицированного подхода нет и наверное не будет мы к этому стремимся но все равно нюансы свои будут чуть подробнее о подсистеме информационной безопасности что же это такое то есть мы не можем внедрить очень много средств защиты это не корпоративка любое внедренное средство защиты неважно программное или программно-аппаратное налагает свои обязательства на технологический процесс у нас технологический процесс такой что он очень чувствительный к любому изменению как только мы говорим про внедрение железяки то есть любой там программно-аппаратный комплекс межсетевой экран или еще какой бы то ни было это влияние на надежность это пересчеты проверки это точка отказа дополнительная это замедление это снижение там кучи показателей которые невозможны для определенных подсистем и когда мы внедряем тот же самый антивирус это такая же история потому что он устанавливается на оборудование которое используется для процесса определенного под загрузку он отъедает ресурсы много-много чего что невозможно сделать вот там просто так идет все через оценку влияния поэтому в основном что такое ИБ внутри подсистемы это все что связано со встроенными функциями безопасности в прикладном ПО в ПТК начиная с ИБПшников заканчивая прикладным ПО которые у нас тоже кстати большей частью разрабатываются конкретными поставщиками под технологические процессы но это не считая операционных систем и это какие-то наложенные средства защиты в минимальном объеме это там средства антивирусной защиты средства резервного копирования диоды данных если требуются или там межсетевые экраны и то тоже с вариациями и это организационные меры естественно то есть технические средства поставляет внедряет поставщик организационные меры описывает как рекомендательный поддерживающий меры тоже поставщик но при этом внедряет исключительно эксплуатирующая организация есть также ОРД которые на самой станции либо уже есть в части ИБ либо внедряются и здесь когда идет противоречие естественно приоритет будет на станционных ОРД ну и сверху никто не отменял физическую защиту, которая является базовой, она даже не столько идет, кстати, от требований функциональной безопасности, потому что для атомных станций куча требований, куча нормативки идет, начиная с террористических атак и заканчивая много-много чем, чем обуславливается это жесткий достаточно требований к физической защите. Если мы говорим о том, что все красиво говорится, такой все хороший подход, наверное, так все легко и просто идеально, ничего подобного. У нас очень много ключевых факторов, которые влияют на проектирование и внедрение подсистем информационной безопасности. И мы с ними сталкиваемся, мы с ними живем, идем на какие-то компромиссы в определенный момент, начиная от того, что у нас очень ограниченный выбор средств защиты, который может применяться на проектах. Вот простой пример, что те же самые антивирусы, вроде бы много на рынке, да совсем немного, особенно те, которые мы можем применить. К примеру, допустим, те же КЕСы, которые раньше очень активно ставились, после определенного момента, вот, наверное, там, сентября 22-го года было запрещено самим вендорам поставлять и применять в промышленных системах. Если мы говорим, там, какие еще есть, сертифицированных, в принципе, очень мало, а те, которые еще не оказывают влияния и могут в активном режиме работать, ну, в принципе, даже не знаю, один-два. Основная проблема средств антивирусной защиты, с которой мы сталкиваемся, многие из них не имеют информативного режима. То есть, как только они поняли, подумали, решили, что это какая-то вредоносная активность, они либо лечат, либо удаляют, либо выбирают в карантин эту некую сущность. Самое интересное, что эта сущность может пораздаться технологическим процессом и не всегда является какой-то вирусной активностью. А как только она удаляется, либо уносится в карантин, это означает, что прерывает технологический процесс и может привести в том числе к останову блока, что тоже недопустимо в нашей части. Плюс, вот этот информационный режим, он тоже еще даже в тех продуктах, которых существует, не до конца отработан. И мы уже при тестировании и постоянном сталкиваемся с этой историей, что еще есть куда расти. Про межсетевые экраны, ну, вот сложно сказать, какие нам легко подходят, потому что мы можем использовать либо тип А, либо тип Д. Тип Д, конечно, замечательный. Он декларируется как под промышленные системы. Но только у нас проблема в другом. Точнее, как не проблема, она, наверное, уникальность. У нас проприетарные протоколы, которые не поддерживают межсетевые экраны. То есть они не понимают, наверное, процентов 80 тех проприетарных протоколов, которые пишутся именно под подсистемы с УТП, вендорами, которые работают именно только с УТП АЭС, имеется в виду. То есть он не понимает, что этот протокол, который можно фильтровать, следовательно, просто открывается порт, и интересы уже с точки зрения, а вот у нас специальный для фильтрации протоколов, этот межсетевый экран нам не интересен. Проблемы с типом А, это программно-аппаратное решение. Как я ранее уже говорила, это внедрение новой железки, это все понеслось на оценки надежности, замедление и все-все-все дальше. Плюс, не забываем, у нас мы не просто собираем стойку, как обычно в телеконационной комнате стоит, там стойка, сервера туда напихиваешь, что хочешь, убираешь, делаешь, все подобное. У нас станция может быть поставлена с четырьмя классами безопасности, градация шкафы, которые проходят, то есть сборка этого шкафа в специальном конструктиве, и потом проходят испытания, причем сложнейшие, длительные испытания, квалификационные, сейсмостойкость, вибростойкость, и внедрение, но РКД разрабатывается именно под него. Внедрение любого дополнительного элемента, во-первых, это пересчет, новый РКД, и новый цикл типовых испытаний, квалификационных. Это огромный срок, это больше, например, для третьего или второго, тем более, класс безопасности, не информационной безопасности, а безопасность ядерная, и рационная, я имею в виду. Это от года, только испытания, плюс дополнительный затрат. То есть просто так взять, без четких, жестких обоснований, внедрить в саму подсистему, в этот шкаф, какой-то межсетевой экран, маловероятно. Поэтому мы оцениваем каждый раз связь под системой, где с точки зрения угроз требуется все-таки межсетевой экран, где не требуется. Дальше прорабатываем, какие компенсирующие мероприятия, мы можем там, если эта угроза каким-то образом существует, его нивелировать, начиная с сетевых потоков, каким-то образом контролировать, ну, много чего. Ну, и дальше, сейчас отсутствует пока культура, она будет внедряться, я думаю, постепенно, уже есть продвижки, это разработка ПО с точки зрения безопасности, РБПО, как все уже знают, и внедрение функции безопасности именно внутрь прикладного ПО, потому что, когда приклад разлабатывается, он решает технологические проблемы, он должен реализоваться алгоритм, а никак не речь не идет про какие-то анализы уязвимостей, либо как правильно должны функции безопасности, какие должны быть внедрены. Это тоже там огромные ограничения, с которыми сейчас сталкиваемся. Что мы делаем? То есть мы работаем, первое, с каждым из вендоров, которые являются поставщиками, подсистема СТП, с точки зрения, какие требования должны быть внутри, начиная от ПО, заканчивая в том числе встроенными средствами защиты и поставляемыми средствами защиты. Межсетевые экраны, это также максимально на ранних стадиях идет проработка. Мы анализируем каждую систему, их взаимодействие, строим схему информационных потоков и коллективно, опять-таки с участием и поставщиков, и заказчиков, все решаем, а нужен ли межсетевой экран и в какой форме, на стыке тех или иных подсистем, или не нужен. То есть это тоже такая большая аналитическая работа проводится. Со средствами антивирусной защиты. У нас работа идет с вендорами, нам нужен в том числе портативные антивирусные средства. Вот мы с одними из вендоров уже разработали такой продукт, такой подход. На одной из станций у нас будет применяться. Почему? Потому что в ряде подсистем невозможно установить стационарный антивирус. Невозможно по многим причинам. Самое банальное, что они работают достаточно автономно, то есть без присутствия человека. То есть нет оператора, нет людей, которые будут даже следить, даже тот же информативный режим, который может работать, его просто не увидят. Плюс там программно-аппаратных комплексов достаточно мало, в основном там жесткая логика, допустим, и там не нужен, невозможно установить или там отслеживать этот антивирус. Но периодически у нас ведутся ППР, то есть планопредудительной работы, куча модернизации, куча технического обслуживания. Можно с помощью портативного антивируса, который ведет определенный функционал, проходить и как минимум избавляться от тех возможных угроз или смотреть, наблюдать, каким образом сейчас уровень защищенности поддержат с помощью него. Они также должны быть сертифицированы, если мы говорим про российский контур, то есть, но такое решение есть, мы его будем опробировать в том же вот в Египте, у нас там стройка называется АЭС Альдба, и уже в этом году начнутся первые поставки. Там вот такой портативный антивирус мы будем применять. Ну и работаем постоянно, то есть у нас все вендоры, с которыми мы плотное взаимодействие, предоставляют нам все свои продукты в пользование, именно для того, чтобы мы проводили постоянное тестирование, тестирование с привязкой к подсистемам, даже которые в поставке растут. То есть выявляли вот эти нюансы, которые просто так тоже не выявляются, потому что мы генерируем, например, трафик технологического процесса, определенный подсистеме, и вот сейчас там неделю все хорошо, вот он идет, ничего не реагирует. Через неделю пошел какой-то нюанс, все, он всплыл. Вот это, то есть тот цикл, который внутри программы существует, до него до этого не доходил, не доходил, а тут неожиданно пришло и есть. То есть есть только время и большое непрерывное тестирование. Для этого у нас разработан проект инвестиционный по стенду кибербезопасности в РАСУ. Я надеюсь, что он уже у нас завершится, то есть формально завершение, поставка, точнее, уже осуществлена, формально закрываются документы, подписываются, я надеюсь, что к середине года. Это стенд заработает. Что это за стенд? Это референтные, основные, вот эти базовые подсистемы АСУТП будут представлены у нас на полигоне и как раз-таки наш САИБ, и где мы сможем непрерывно проводить испытания, тестирования, выявлять вот эти ограничения и также работать с вендорами. Какие-то базовые, то есть создаем гигиенический уровень, так называемый, очень часто любят это называть, но это правда, это работает, потому что даже запрет для всех подсистем, во всех ЧТЗ применения Wi-Fi и Bluetooth, оказывается, работает, потому что мы уже столкнулись, сейчас впихивают эти модули во все. Мы выявляли там даже поставки, допустим, для Курской станции, коммутаторы, в которых встроены Bluetooth-интерфейсы, в блоках мультиконтрольных, вот сейчас у нас были испытания в прошлом году в конце, модули Wi-Fi, причем они даже где-то не декларируются, как там отдельная прям вот функция, это только через анализаторы Wi-Fi сетей, через это все выявляется. И запрет изначально, то есть при закупке коллеги должны проверять, и дальше идет уже при всех видах испытаний анализ, вот он тоже проводится. Работа с протоколами, это один, наверное, из самых болезненных вопросов для всей СУТП, и для нас в частности, когда применяются, даже самые вроде элементарные, то есть, когда для диагностики применяются в тех или иных подсистемах SNMP, то не применяются третьи версии, применяются до сих пор там первые, там много-много чего, и когда мы говорим, что у нас вот шкаф закрыт, и если шкаф открыть, то сразу через блок в конце контроля по SNMP пойдет. Слушайте, миллион атак, вот только у нас огромный материал, вот ребята у меня проводят там сценарий атаки для демонстрации, когда, если у тебя SNMP 1, 2, даже, можно легко подменить и не узнать, не будет ни сигнала, ни оператор, не увидит открытие двери, а у тебя уже прошел процесс, пошел, а ты дверь открыл, включил там в свободный порт, что тебе нужно, подключил, закрыл, все, и пошел первый этап, та же самая разведка. То есть вот эти гигиенические уровни, какие-то там меры мы применяем ко всем, вписываем это изначально в ВТТ, вписываем в ЧТЗ, конечно, поставщики пока не готовы, прям базовый, но уже там за два года, чем мы этим занимаемся, прям активной стадии, уже идут сдвижки, уже как бы есть большие успехи. Плюс организационные меры, вот мы заставляем, в том числе и каждого поставщика, себя заставляем, прописывать, поддерживать организационные меры, которые относятся относительно к каждой подсистеме. Плюс отдельно нашли запросы, мы их удовлетворили, и сейчас вот делаем разработку именно оргмер на уровне всей станции, с единым подходом, единый, то есть анализ, мы уже знаем, поскольку мы главный конструктор, что за технологический процесс у нас в этих подсистемах, как, какие меры нужны, анализируя опять-таки информацию, которая поднимается снизу, с точки зрения оргмер, мы можем ее накладывать на свое видение и уже создавать какой-то там базовый уровень. У нас еще есть сложности, конечно, все мы сегодня не расскажем, иначе мы с вами тоже будем здесь сидеть, наверное, до завтра, но там из базы, у нас очень много поставщиков. Это для нас, наверное, один самый проблемный участок, причем это поставщики, которых мы контролируем, а есть поставщики, которых мы не контролируем. Например, логисты, то есть прошли заводские испытания, все, она упаковалась, идет компания совершенно другая, которую мы не контролируем, контролируем, например, там концерн или еще какой-то там и на заказчик. Логисты, которые доставляют в течение длительного времени это оборудование на станцию. Потом на станции приходит следующая организация строительно-монтажная. Тоже, которая нами не контролируется. Потом пошли пусконаладчики. Это отдельная, следующая организация. И вот у нас в этой цепочке поставщиков итоговых более десятка юрлиц с разными рукопетенциями, требованиями к ним. И это, то есть на каждом из этих участков может что-то произойти, которое, вот что ты создал на заводе, это не факт, что это пошло во внедрение. Поэтому здесь мы принимаем тоже ряд мер. Работаем также и с головным заказчиком, который именно, у нас же стройка, это не только СТП, но это и стройка, и вспомогатель системы, системы связи. Это такой глобальный, масштабный проект. И выставляем требования ко всем организациям. Контролируются требования именно соблюдения при изготовлении, поставках, а с элементарных мер, то есть мы на заводе все установили, настроили, ну завод-изготовитель это так вот называют поставщика, то есть на поставщике все сделали, выпустили акт, зафиксировали контрольные суммы, ключевые, и это пошло в комплект поставки. И включается система управления конфигурацией. И дальше уже у заказчика эти все данные есть и если внедрена система автоматизированная, у некоторых заказчика такое тоже есть, либо в бумажном виде, идет сверк. То есть как только пришло оборудование, сверяется, а то все ли нормально, все ли соответствует, не соответствует. Если идет не соответствует, сразу же идет направление к нам, и пошла там проработка. В чем дело, как, на каком этапе. Уже проявил свою эффективность, то есть в нескольких подсистемах, уже в действующих проектах так сработало. И следовательно, все разговоры о том, что какие там могут быть внедрения, могут быть. То, что о них не кричат обо всех этих инцидентах налево и направо, но это факт, у нас, наверное, пока мы не готовы, особенно в России рассказывать, что тут произошел инцидент, честно об этом говорить и демонстрировать. Но любая мера в любом нашем нормативном, особенно в локальном, она не просто так появляется. То есть она появляется через события, через инцидент. Вот это там самое элементарное, то, что я сейчас говорю, вот про тот же самый акт. Вроде как кажется, да что же за ерунда, ничего подобного. Как только этот процесс внедрился, оказалось, что свою эффективность эта маленькая бумажка очень сильно показала. Происпытание. Чтобы вас не задерживать, я достаточно быстро, наверное, пробегусь, про какие виды вы все об этом прекрасно знаете. Подходы здесь, в принципе, стандартные, типовые. То есть идет, чем мы пользуемся. Это стандартные наши ГОСТы. Раньше это была 34 серия, сейчас поменяли. У нас там 5992, он называется, про виды испытаний. Это приказ ТЭК, в том числе, который накладывает там свои дополнительные этапы. Это методические рекомендации концерна и приказы госкорпорации. У нас тоже очень много локальных актов. Ну и если мы говорим про международку, то есть дополнительные такие размытые требования у них в ИЭКах тоже присутствуют. Если базово-концептуально, у нас есть предварительные испытания соответствия Б, у нас есть приемочные испытания. Опытная эксплуатация проходит в рамках опытной эксплуатации, естественно, самой подсистемы, просто уже эксплуатирующий персонал. Он смотрит в разрезе всей системы, как работает, все ли нормально, может ли он взаимодействовать именно с подсистемой безопасности. На предварительных испытаниях это является завершающим этапом всех видов испытаний на заводе-заготовителе. То есть когда система уже настроена, провелись весь комплекс испытаний, осталось только там ПСИ, когда смотрят на соответствие ту, там потрогали, там потрясли, все ли нормально. То есть мы как итогом выступаем, что все функции настроены, соответствуют требованиям ЧТЗ, политики есть. Средства защиты тоже функционируют. В российском сегменте вот в новых требованиях 239 мы уже говорим о том, что есть этап анализа уязвимства и стены проникновения. Сложный вопрос, наверное, это тема отдельная, какое-то там мероприятие, вообще в теме АСУДП это отдельная история. Но если базово, мы рекомендуем, естественно, в принципе, приказы, СТЭК нам это позволяет не проводить его на станции, потому что как только пошла интеграция, МОДЕС-то пошел сигнал, так называемый, все, ничего, что связано с инвазивными подходами, тем, что может окирпичить, не знаю, оборудование, вывести из строя или нести хоть какие-то видимые изменения, уже на станции невозможно. Поэтому делаем как? Проводится это все на заводе-изготовителе, поставщика. Все внешние соединения, то есть со смежными подсистемами у нас могут либо эмулироваться, либо у нас очень часто такая история называется представительные комплексы, то есть это мини, в том числе мини-САИБ, мини-система верхнего уровня, вот это подключение имитируется, и можно провести испытания, то есть свойственные, особенно с учетом того, что какая система защиты настроена, потенциал нарушителей, все это рассматривается, естественно. В целом, конечно, это не идеальный вариант. Идеально это зайти на работающую станцию, что-нибудь начать делать, вывести из строя, блок остановится или не дай бог что-нибудь. Ну, это, конечно, идеально, но это, слава богу, никогда не будет. Не пугается, да. Да, то есть, ну, потому что любой инвазивный подход с внедрением особенно каких-то инструментальных средств анализа, сразу же, мы сами даже в своей работе постоянно выводим какие-нибудь бедные полкашки-контроллеры из строя, просто даже начав немножко с ними взаимодействие, сразу все, опять оборудование испортили. Поэтому подход у нас такой, делаем на заводе изготовители, разрабатываем методики, к СУТП, относимся там аккуратно. Вот такой пока подход. Приемочные испытания на станции после всех манипуляций с СУТП. ПНРы, испытания, их безумное количество видов. Мы работаем ПНП-026 еще, это дополнительное испытание, которое подвергается подсистема СУТП по атомным наше направление. То есть, все комплексные интеграционные прошли, и мы завершаем, говорим, что да, за период вот этих вот манипуляций, которые были с завода-изготовителя, уровень защищенности остался как минимум прежним. Никаких изменений не внесено. Либо, если они вносятся, мы смотрим их влияние, либо корректируемся, либо корректируем коллег, которые это внесли, и завершаем все. Вот в эксплуатацию возможности после того, как у нас приемочные испытания тоже завершены положительно, все протоколы подписаны. Все это делается естественно только на основании разработанных, согласованных очень большим количеством организаций, программ и методикам, то есть на станцию в принципе невозможно зайти, пока у тебя все документы не утверждены, начиная с заказчика, заканчивая генеральным проектировщиком, научным руководителем, то есть цепочки согласующих, с одной стороны мы очень заприкрутительная организация, а с другой стороны у нас отрасль такая, что там каждый смотрит, например, научный руководитель оценивает все, что мы делаем с точки зрения влиятельно-ядерную и рационную безопасность. Генеральный проектировщик там со своей колокольни и таких ответственных организаций это не мы придумали, это у нас и МАГАТЭ, и опыт, и много-много чего, поэтому процесс, конечно, у нас очень долгий, все согласовали, утвердили, процесс пошел. Документирование, пробегусь буквально, нюанс какой? Вот мы говорим уже о том, что у нас есть международная база и российское законодательство, наименование документов нет нигде, одинаково, то есть вот в нашей сфере у нас оно там разное. Мы стараемся чуть-чуть унифицировать, подводя там одинаковое наименование, что были и в российском сегменте, и в зарубежном, но не всегда они привычны российскому зрителю, как говорится, поэтому с каждой станцией приходится это прорабатывать. Стандартная модель угроз, она как бы всем более-менее понятна, просто в международном сегменте она является приложением к другим документам, но вот мы ее стараемся выделять тоже в отдельную, в отдельный такой документ, по крайней мере в России. По методикам стек работаем, их добиваем усовершенствовать своей колокольни на уровень там проработка техник и тактик, как это все делается, достаточно у нас большой отдел этим занимается, именно вот аналитической работой. В итоге должно появиться как раз вот перечень актуальных угроз, вот меня все время коллега поправляет, кто этим занимается, потому что он считает, что актуальные угрозы это не очень хорошее наименование, потому что если взять базу данных стек, те угрозы, которые там написаны, никаким образом с ними работать невозможно. Поэтому они работают и оперируют больше вопросами техники, тактик. Когда вот ты разорвал каждый сценарий, каждой техники в отдельном месте, ты уже можешь говорить, что у тебя там не актуальны какие-то там верхние уровни угрозы. Далее у нас появляется политика ИБ, это по сути аналог ЧТЗ, привычный всем нам. ТЗ, ЧТЗ, то есть это отдельный документ, где изложены требования именно относительно информационной безопасности. Ко всем компонентам, к подходам, начиная там от жизненного цикла, то есть рассматриваться и все стадии, то есть как информационная безопасность должна на всех стадиях жизненного цикла обеспечиваться, от постановки требований к вводу и эксплуатацию, и дальше идет в частности уже требование, вплоть до там указывается, не знаю, там диапазон, там срок действия пароля не более Е, то есть это все указывается именно в этом документе, он такой тщательно прорабатывается. После этого идет планы Б, это как раз когда у нас уже понятно вот эти вот угрозы актуальные, и дальше, это вот для меня как более-менее понятно, для себя так определила, вот когда у нас есть список угроз, или тактика техник, как у нас, коллега меня называет, с другой стороны у нас поставлены меры, которые должны применяться, и на пересечении этих угроз и мер должно быть понятно, что мы все нивелируем теми или иными либо техническими мерами, либо организационными, и вот в этом документе верхнего уровня вот этот вот итог и понятен, обоснованно в том, если, а почему мы не применяем другие меры, там описано, вот таких технологий не применяется, поэтому этот подход не нужен. Это такой тоже аналитический документ. Дальше мы выходим к стадии, грубо говоря, рабочего проекта, процедуры Б. Это, ну вот аналог, не знаю, пояснительная записка, если вот в ГОСТах наших читать, то есть там уже очень подробно описывается, вся подсистема, все компоненты, как в них реализована, вплоть до команд, каким образом реализована функция информационной безопасности в каждом компоненте. То есть это тот документ, который должен эксплуатанту полностью раскрыть картину вот этих вот настроек и всего подхода, в том числе отдельный раздел по организационным мерам, у нас там в приложении идут шаблоны, не знаю, матриц доступа, как это все там реализуется, все это в большом документе. Дальше мы упускаем руководство администратора, информационной безопасности. Он у нас немножечко уникальный относительно, наверное, других сфер, потому что он небольшой. Почему? Потому что эксплуатант во время именно жизненного цикла сопровождения на станции делает достаточно мало, потому что когда система вводится, она гарантирует, что она работает вот так. Изменять можно определенные параметры, потому что как только они начинают лезть в систему, являясь только эксплуатирующей организацией, а не разработчиком, не проектировщиком, они могут как раз-таки нарушить психологический процесс. Поэтому это во всех странах так, то есть это не только в России. Нужно внести какие-то значимые изменения по тем или иным причинам, идет обращение к проектировщику. И там дальше через тестирование анализ проводят. Здесь описываются только те функции, которые он может менять. Даже сам монетарный. Вы спросите, ну хорошо, межсетевой экран, а вот он там сбой прошел, как же он настроит, если не будет в руководстве написано как. Во-первых, все настройки описываются в процедурах, сами не делают. У нас время идет на часы, а иногда на минуты. Следовательно, всегда идет история с резервным копированием. С резервным копированием, например, образов. И он, если межсетевой экран сам физически работоспособен, он просто этот образ накатывает, уже с настроенной полностью, без каких-либо изменений, идет запуск. Если также у нас есть зип настроенный, если вдруг сам межсетевой экран вышел из строя, у нас в зипе уже тоже настроенный межсетевой экран находится. Там, по сути, тема переключения проводов. То есть все делается для того, чтобы у нас очень регламентированные часы. То есть, к примеру, выходит из строя, допустим, по темальным причинам, неважно, и бешеная часть, не бешеная, систем верхнего уровня, есть 4 часа. Если за 4 часа она не возвращается к жизни, блок начинает расхолаживаться, то есть начинается вывод из строя. Очень жесткие временные регламенты. То есть, когда пойдет администратор, откроет руководство, разберется, найдет откуда-то компетенции в себе, там же, все оборудование. А вот тут вот он в Хиршмана хорошо, а тут вот ЦИСК поставлен, а тут неожиданно какой-нибудь юзергейт, который в принципе даже сочетание букв этих не знает. То есть, мы не сможем таких рисков допустить. Поэтому подход такой. Чтобы простить всем жизнь, особенно эксплуатирующей организации и поставщикам, бедным нашим, которые тоже не были готовы к информационной безопасности, мы разрабатываем под каждый проект шаблоны. Вот шаблоны всех тех документов, которые мы с вами ранее рассмотрели, с примерами, с кусками написаны, вот как есть, чтобы каждый понимал уровень детализации, который от них требуется, каждый понимал объем, чтобы эксплуатант открыл документ и знал, что по всем системам так. И в принципе унификация, и вот это вот, зачем мы это делаем? Наверное, повышение уровня. Повышение уровня единого инфляционной безопасности на всех системах. Долго задержало вас, но вот, наверное, попытался... Зато мы теперь уверены, что атомная энергетика в надежных руках. Выводы преждевременные, категорически. Ну что же, давайте дадим слово вашему коллеге Константину Боброву, специалисту группы разработки и изготовления систем информационной безопасности. Константин. Добрый день, коллеги. Сейчас моя презентация подкрузится. Вот. Коллеги, хочу... Раз, раз. Отлично. Коллеги, хочу выразить благодарность за проявленный интерес к обозначенной тематике и рассказать об одном интересном кессе, с которым столкнулась наша организация в конце прошлого года и поделиться нетривиальным для нас опытом по обеспечению информационной безопасности при переходе управления на одном из предприятий промышленной направленности от зарубежных владельцев к российской компании. Данный кейс был для нас действительно уникальный, поскольку ранее по большей части мы сталкивались с информационной безопасностью только в рамках реализации проектов по созданию и модернизации АСУТП АЭС атомных станций. В данном же кейсе кроме самих технологических процессов, которые во многом схожи с аналогичными процессами, которые протекают в АСУТП АЭС, не было ни одного фактора, подхода или риска, с которым мы бы сталкивались ранее. Для нас это была новая отрасль, новое направление. Расскажу про цели и задачи, которые были перед нами поставлены, а также о этапности проведения работы. Сразу хочу отметить, что в текущей презентации не буду называть сам объект, поскольку он является важным. Константин, извините, у вас слайд идет? А, да, я пока вступительное слово говорю. Простите, простите. Да, в данной презентации не буду называть сам объект, поскольку он является важным для нашей промышленности, и раскрытие тех или иных нюансов может негативно сказаться на его безопасности. Также сразу отмечу, что в своем рассказе буду делать акцент именно на информационную безопасность, поскольку в общем над данным кейсом работала большая команда, но если рассматривать всю картину целиком, нам, к сожалению, не хватит регламентного времени. Ну вот, давайте, наконец, приступим. Начнем с основной проблематики. Ни для кого не секрет, что в разные годы иностранные компании и корпорации инвестировали значительные средства в промышленные секторы Российской Федерации, создавали и модернизировали предприятия на территории нашей страны и, в общем, вели довольно-таки успешный, рентабельный бизнес. Но в прошлом году ситуация, как известно, кардинально поменялась и наши бывшие иностранные партнеры поспешили приостановить все свои инвестиционные программы на территории нашей страны и максимально безболезненно для себя избавиться от всех своих производственных активов. И в текущих реалиях перед нашими компаниями, которые успели перехватить управление данным бизнесом, стоит стратегическая задача по обеспечению сохранения функционирования данных предприятий, сохранения всех экономических показателей, а также сохранения уровня технологической безопасности. Все это перечисленное, как известно, невозможно без организации соответствующего уровня информационной безопасности. Перейдем непосредственно к кейсу. Расскажу о целях и задачах, которые были перед нами поставлены. Для начала небольшая порция исходных данных. Мы имели дело с предприятием промышленной направленности, которому в сжатые сроки предстоял переход управления, ведение российской компании от зарубежного владельца. Переговоры о купле и продаже предприятия были очень сложные, с множеством подводных камней, которые возникали, и которые могли негативно сказаться на судьбу дальнейшую самого предприятия. Также в связи с тем, что в данном предприятии непрерывный производственный цикл, главная наша цель состояла именно в сохранении непрерывности производства для обеспечения самой стабильности бизнеса в текущих сложных схемах по смене собственника. Также мы оперировали, конечно же, и более глобальной целью, это в общем сохранение важного для нашей экономики предприятия. И исходя из поставленных целей, мы определили множество задач. Хочу отметить наиболее ключевые, на наш взгляд. Во-первых, это исключение останова производства после подписания самого договора купли-продажи. У нас были, конечно же, все основания полагать, что после процесса подписания договора предыдущий владелец предпринял какие-то попытки по останову самого производства, то есть все средства для этого у него были, а в договоре он не брал на себя ответственности за дальнейшее функционирование предприятия. И из этого вытекает, конечно же, задача по исключению возможного влияния бывшего зарубежного владельца на текущие и в том числе будущие процессы предприятия уже после подписания договора купли-продажи. Также, конечно же, одной из наших стратегических задач было обеспечение информационной безопасности самого производственного сегмента. Тут хочу отдельно отметить, что у нас скорее не стояла задача закрыть все требования информационной безопасности в соответствии с российским законодательством. У нас стояла более глобальная задача именно по сохранению стабильности бизнеса в такой напряженный период, когда ежедневно выявляются компьютерные атаки на все наши ключевые предприятия. И завершая цепочку задач, это, конечно же, обеспечение заделов для последующего перехода предприятия на отечественное оборудование и программное обеспечение, которое, как мы надеемся, будет появляться со временем и позволит организовать работу наших промышленных мощностей без зависимости от иностранных технологий. Также, конечно же, хочу отметить, что перед началом выполнения работ мы сразу зафиксировали все ограничивающие факторы и риски, вокруг которых в дальнейшем мы строили все наши работы. Назову ключевые из них. Первое – это фактор непрерывности производства, то есть простой производственного процесса предприятия более чем на 30 минут был способен вывести из строя технологическое оборудование. Часть оборудования даже безвозвратна. Ну и, в общем, надо отметить, что простое производство исчисляется десятками миллионов рублей. И второй фактор – это удаленное управление предприятием. Тут, конечно, интересный аспект. Сама система предприятия была построена таким образом, что любое внесение изменения в производственные процессы был возможен только удаленно со стороны зарубежного владельца. Местный же персонал, который присутствовал на предприятии, выполнял скорее какие-то конкретные прикладные задачи. И, исходя из этого, выливалась следующая проблема. Это угроза остановки самого технологического процесса предприятия при отключении данного удаленного доступа. Также все это усугублялось отсутствием своих полноценных IT и БС-служб у эксплуатирующей организации. То есть, так как я уже ранее отметил, у местного персонала был функционал по выполнению только каких-то конкретных задач, и поэтому у них также отсутствовала всякого рода документация на сетевую инфраструктуру предприятия, на оборудование, программное обеспечение и прочие важные сведения. Перейдем к этапности работы. На слайде представлены условно выделенные нами этапы проведения работ. Начинают это все сборы и анализы исходных данных, так называемый подготовительный этап. На данном этапе нашими специалистами были проведены прямые обследования производственных участков и сбор всех необходимых действий. Далее идет анализ уязвимости. На данном этапе наши специалисты проводили ряд проверок на наличие актуальных уязвимостей в производственном сегменте, а также на наличие вредоносного программного обеспечения. Тут еще есть важный момент, что в зоне ответственности РАСУ в нашей организации был только производственный сегмент предприятия. Корпоративный же сегмент был в зоне ответственности самого заказчика, потому что у него были свои компетентные IT и БС-службы и учитывая сжатые сроки, мы разделили объем данных работ. Следующий этап это реализация мер и процедур информационной безопасности. Это уже работы по конфигурированию оборудования, по настройкам, внедрениям технических и организационных мер информационной безопасности. Завершающими этапами были документирование и выдача рекомендаций для местного персонала. Предлагаю рассмотреть каждый этап более детально. Начнем со сбора и анализа исходных данных. Что мы хотели получить на данном этапе? Во-первых, мы хотели определить особенности технологического процесса, сформировать перечень используемого оборудования и программного обеспечения, а также собрать все необходимые данные для дальнейшего формирования схемы сетевой инфраструктуры самого предприятия. Что мы использовали на данном этапе? Во-первых, была проведена полная инвентаризация информационных ресурсов самого предприятия. То есть, как я ранее уже упоминал, на предприятии отсутствовала собственная IT и БС-служба, поэтому все необходимые данные нашим специалистам пришлось собирать в ходе прямого обследования всех участков, в том числе с применением инструментальных средств. Ну и, конечно же, это опрос всего обслуживающего персонала. Какие мы получили результаты? Во-первых, мы получили перечень использованного оборудования и программного обеспечения. К нами была сформирована схема сетевой инфраструктуры предприятия, которую мы в последующем передали эксплуатирующей организации. И также в ходе инвентаризации были выявлены нарушения требований информационной безопасности. Про них хочу поговорить подробнее и привести примеры. На слайде представлены примеры, которые мы выявили в ходе сбора исходных данных, как вы можете увидеть, это, во-первых, указание ключевой аутентификационной информации на корпусах технических средств. Тут есть интересный нюанс, что когда мы пытались отклеивать данные наклейки, под ними была продублирована данная информация с помощью маркеров. Поэтому мы тут поняли, что без мощных средств не обойтись. также были выявлены неподключенные сетевые кабели в корпусах технических средств и недостатки по обеспечению мер физической защиты. То есть на части шкафов отсутствовали замки, а на части шкафов на передней дверце были выведены компьютерные розетки для конфигурирования самого сетевого оборудования, что в совокупности с представленными рядом наклейками с паролями представляет практически неограниченный плацдарм для внутренних нарушителей. Перейдем к следующему этапу. Это так называемый этап анализа уязвимости. Что мы хотели на данном этапе? Во-первых, это провести антивирусные проверки промышленных серверов и РМ, осуществить сканирование производственных сегментов на наличие беспроводных сетей передачи данных или действующих Wi-Fi сетей и провести инструментальные проверки на наличие уязвимости в промышленных серверах и РМ. Что мы использовали на данном этапе? Наши специалисты использовали, во-первых, мобильные технические средства с установленными средствами антивирусной защиты, средствами анализа и контроля защищенности и клиентскими программами для работы с сетевыми протоколами. Какие были получены результаты? Во-первых, антивирусная проверка не выявила актуальных вирусных угроз на момент ее проведения. Это было обусловлено скорее тем, что предыдущий владелец сам с периодичной регулярностью проводил антивирусные проверки. И в ходе взаимодействия с местным персоналом мы выяснили, что ранее это все предотвращало тем, что были выявлены прецеденты по заражению управляющего программного обеспечения компьютерными вирусами. Также сканирование выявило наличие беспроводных сетей передачи данных в производственном сегменте. И также инструментальная проверка выявила критичные уязвимости в установленном программном обеспечении. Хочу поподробнее поговорить про выявленные уязвимости, рассказать, что удалось устранить на месте, а что не удалось и почему. Начнем с уязвимости, которые были устранены. Во-первых, на одном из участков были обнаружены действующие Wi-Fi-сети для передачи статистических данных о протекании технологического процесса в систему управления предприятием. Но, как мы в последующем выяснили, в связи с сменой собственника необходимость в данных каналах передачи данных не представлялась ни экономическая, ни технологическая. Поэтому после обнаружения данные канала связи были устранены. И также в ходе проверки в промышленных серверах и АРМ было выявлено программное обеспечение, которое использовалось для удаленного администрирования бывшим зарубежным владельцем. То есть проблема данного программного обеспечения состояла в том, что его нельзя было удалить какими-то штатными стандартными средствами. Для этого нашим специалистам пришлось заранее подготавливать специальные утилиты для удаления и впоследствии все благополучно завершилось. Данное программное обеспечение было удалено. И также отмечу несколько уязвимостей, которые мы выявили на месте, но в связи с риском нарушения технологического процесса не смогли устранить. Во-первых, на одном из производственных участков были обнаружены технические средства, модемы, для предоставления удаленного доступа к части технологического оборудования. Как мы выяснили, данные каналы связи используются для диагностирования и выявления ошибок в данном оборудовании со стороны непосредственно производителя оборудования. Как нам стало понятно, одномоментно такие каналы связи нельзя отрубать, поскольку собственных компетенций по обслуживанию данного оборудования у местного персонала не было. Просто отключать данные каналы связи было бы риском по нарушению технологической безопасности. И также не были устранены уязвимости программного обеспечения, которые по большей части были связаны с использованием устаревших версий операционных систем, баз данных и скады системы. Данные уязвимости не были устранены, как понятно, потому что программное обеспечение участвует непосредственно в технологическом процессе, и установка каких-то патчей безопасности или в общем замена на отечественное программное обеспечение необходимо делать уже в ходе глобальной модернизации производства. Перейдем к следующему этапу. Это реализация мер и процедур информационной безопасности. Это кульминационный этап наших работ, то есть это практическое внедрение технических и организационных мер. Какие на данном этапе были проведены работы? Во-первых, это технические мероприятия по изолированию сегмента СУТП от корпоративного сегмента и от общей доступной сети интернет. Схема самого предприятия предполагала объединение корпоративного и производственного сегмента через общий стэк коммутаторов. Нашими специалистами были проведены работы по исключению данного стэка коммутаторов корпоративного сегмента и настройка дополнительных мер для предотвращения внешнего влияния и доступа к производственному сегменту. Далее, это синхронизация времени. Ихнологическое сетевое оборудование данного предприятия при предыдущей схеме работы получало метки времени от тайм-сервера, который находился на стороне предыдущего владельца, то есть за границей. Поэтому после перехода управления сложилась ситуация, когда в производственном сегменте отсутствует синхронизация времени. Нашими специалистами были проведены работы по локализации данного процесса, по выделению отдельного сервера времени в производственном сегменте и настройке синхронизации от него остального оборудования АСУ-ТП. Далее, это, конечно же, настройки функций информационной безопасности в сетевых устройствах. Во-первых, это удаление учетных записей предыдущих владельцев, создание новых учетных записей, формирование паролей с учетом требований информационной безопасности. Были проанализированы конфигурационные файлы коммутаторов, отключены неиспользуемые функции, отключены неиспользуемые порты и было определено доверенное устройство для дальнейшего конфигурирования данного оборудования. Это был ноутбук эксплуатирующей организации и в последующем настроена технология порт-секьюрити. И также перейдем к следующему этапу завершающему, это внедрение организационных мер. Нашими специалистами были проведены работы по информированию, повышению осведомленности с элементами обучения самого персонала. В частности, были выданы матрицы доступа для учета в работе, был разработан ряд регламентирующих документов, который помог сохранить текущий уровень защищенности до проведения глобальной модернизации. И были также устранены нарушения, которые были выявлены в ходе проведения самой инвентаризации. Хочу отметить, что я рассказал лишь малую долю работ, которые были проведены нашими специалистами, чтобы вы поняли наш подход к данной задаче. Перейдем к финальным этапам. Это документирование результатов работ и выдача рекомендаций. Результаты наших работ мы подробно задокументировали и выдали в виде документа отчет о проведении анализа защищенности и реализации требований информационной безопасности. В данном документе, помимо прочего, мы также указали, какие следующие шаги должны быть предприняты для развития информационной безопасности в целом. Во-первых, это разработка плана перехода на отечественную программную аппаратную платформу. Это выполнение категорирования объекта КИИ с учетом действующих постановлений Российской Федерации и нормативной правовой базы в СТЭК. Это, конечно же, создание отдельного подразделения, которое было бы ответственно за информационную безопасность на данном предприятии с внедрением соответствующего ОРД. И, конечно же, напоследок, это внедрение полноценной системы по обеспечению информационной безопасности с использованием СИЭМ-систем, средств анализа защищенности, средств антивирусной защиты и аппаратных средств защиты. Все это должно быть проведено в рамках модернизации. И сразу, раз уж я начал про модернизацию, результаты всех наших работ помогли нам сформировать следующий документ. Техническое задание на создание системы по обеспечению информационной безопасности. Итоги. Подводя итоги, хочу отметить, что в данный момент предприятие продолжает успешно функционировать. Предпринятые оперативные меры помогли преодолеть переходный период без останова производства. В данный момент предприятие продолжает внедрять функции по информационной безопасности, но уже под нашим чутким контролем и с учетом выданных рекомендаций. Наша же компания, в свою очередь, приобрела бесценный подход для выполнения данных работ, исходя из которых, хочу сделать следующий вывод. При реализации подобных работ важно находить баланс между технологической, информационной безопасностью, а также экономическими показателями самого предприятия. Ни один из данных факторов не должен страдать в угоду другого. И поэтому важно осознавать, что, сталкиваясь с подобными ситуациями, нельзя одномоментно реализовать сразу все требования по информационной безопасности. Надо действовать поэтапно, взвешенно и не бояться переходных периодов. Я думаю, что в подобных ситуациях регулятор скорее, наоборот, окажет поддержку российскому бизнесу, нежели будет принимать какие-то карательные меры. Мы же в данный момент с коллегами идем по пути модернизации самого предприятия и внедрению полноценной системы по обеспечению информационной безопасности. Коллеги, спасибо за внимание. Спасибо, Константин, очень подробно, очень обстоятельно. Я думаю, что вопросы, наверное, после все-таки сессии. Побежим дальше. И далее у нас Игорь Тюкачев, компания Аксофт. Прошу. Все верно. Так, где кликер? Да, благодарю. Я, с вашего позволения, буду ходить, потому что я уже целую часть сидел, и мне как бы надо размять немножко ноги. Меня зовут Игорь, я в компании Аксофт занимаюсь развитием бизнеса информационной безопасности и имею консалтинговое прошлое, которое мне позволяет, как мне кажется, мне позволяет рассказывать про риски, про их оценку. И, как я и говорил, я буду ходить, во-первых, для того, чтобы немножечко развяться, во-вторых, для того, чтобы показать свои веселые носочки, которые я сегодня надел на выступлении, надеюсь, вы оцените. Итак, оценка киберисков. Сегодня уже рассказывали про риски, и я, опять же, я не хочу вас грузить. Я думаю, что полшестого, и вам достаточно сложно сейчас воспринимать что-то серьезное. Я об этом заранее позаботился, поэтому я постараюсь сделать для вас более интерактивно и, можно сказать, весело. Поднимите руку, пожалуйста, те, кто занимался оценкой рисков. Хоть раз он производил эти манипуляции. Отлично, отлично. Нам будет о чем подискутировать в процессе. Обычно любая хорошая презентация начинается с проблемы. Когда, ну, я обычно всегда рассказываю, я беру какие-то открытые данные исследовательских центров, да, которые говорят, что растет количество таких атак, сяких атак, атака была там, здесь и так далее, и так далее. Это варианты первых слайдов моих презентаций, когда я пытался кого-то напугать. Иногда безрезультатно, иногда с каким-то результатом. Но сегодня, и сегодня у меня была ровно такая же идея, но я решил, что, наверное, стоит отойти от этого, да, потому что цель у меня другая. У меня цель немножко изменить наше сознание, если это возможно. Итак, зачем нужны кибериски? В 90% случаев киберискам обращаются тогда, когда нужно обосновать затраты на бюджетном комитете. И, б, ну, вы со мной, наверное, согласитесь, это про то, что как потратить деньги сейчас для того, чтобы не потерять их потом. И когда мы хотим потратить деньги сейчас, да, ну, все прекрасно знают, например, решения для защиты АСУТП стоят как крыло от самолета, да, никто как бы, ну, все, вероятно, сталкивались. И рассказать о том, что, рассказать бизнесу о том, что нам нужно купить это самое крыло для того, чтобы повысить свой уровень защищенности с 7 по 10-балльной шкале до 8, ну, такое себе, никакой бизнес на это не реагирует. И об этом уже тоже говорили. С бизнесом надо говорить на языке денег. Поэтому мы тем или иным образом пытаемся перейти как-то к языку денег. Успешно или не очень. Как это обычно происходит? В 90% случаев мы берем какую-то экспертную оценку. Мы берем какие-то известные, какой-то известный перечень рисков. Возможно, в идеале мы приглашаем каких-то консультантов в красивых галстуках из четверки, которые нам расскажут, как обстоят дела и используют методы Боута и так далее, мозгового штурма. Это все методы, которые я знаю. Дальше экспертная оценка и умножение вероятности на какой-то индикативный ущерб. Получается какая-то сумма. Если эта сумма больше стоимости решения, бинго! Можно идти и рассказывать про то, что сейчас совершится очень хорошая бизнес-сделка. Мы потратим денег меньше, чем потеряем в будущем. И иногда это работает. Ну, если у ИБ-директора голос дрогнет в процессе, когда он рассказывает финансовому про вот эту схему, то ему как бы срежут 20% и он идет на следующий круг согласования. Ну, поднимите руку, кто сталкивался с таким. Кто ходил на бюджетный комитет, вот. Ну, это может быть итерационное упражнение. Попробуйте рассказать человеку, который вообще не разбирается ни в ИТ, ни в ИБ, ни в технологических процессах, что ему надо деньги потратить не на новую там, эту мартеновскую печь, которая принесет еще деньги, а на что-то непонятное, которое называется там АйСим. Вот, простите. Так вот, в общем и целом, в общем и целом, такая оценка рисков, она, наверное, возможна для того, чтобы натянуться на какие-то цифры, для того, чтобы ситуативно решить какую-то проблему, но она не решает вот самую важную проблему. Я там немножко, скажем, как это сказать, взял чей-то девиз и подверг его сомнению. Да? Есть такая поговорка, если хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Или, с другой стороны, мы всегда обсуждаем какие-то риски и их какой-то перечень, но мы никогда не обсуждаем то, чего никогда не было, и то, про что мы никогда не знаем. И за последние три года, ну, согласитесь, у нас была возможность убедиться в том, что мы что-то не планировали, а оно, черт побери, происходит, в какой-то невероятной, неправильной конфигурации. Я все равно упомяну Насима Талеба, но, наверное, не про черного лебедя, да, а немножко про другое. У него есть, а по-моему, даже в черном лебеде или в антихрупкости, не помню уже точно, он рассказывает про курицу, вернее, про индейку, он же американец, и, значит, индейку человека кормит, поит, индейка растет, и с точки зрения индейки, человек — это самое высшее благо. Он приходит, приносит воды, приносит еды, убирает продукты жизнедеятельности, ну что, может пойти не так, но вот наступает День Благодарения, когда он там в ноябре четвертого, по-моему, ну, неважно, и человек приходит с топором. Какой из этого вывод? Весь ретроспективный анализ, что было до этого, летит к чертям. Все знания индейки о том, что такое окружающий мир, туда же. Приведу еще один пример. Буквально недавно я смотрел чей-то митап, и, по-моему, у компании Positive Technologies есть статистика, что 96% пин-тестов заканчиваются успешно. Ну, то есть, в целом, это, как мне кажется, да, я могу сделать вывод, что, если вами заинтересовались, то, скорее всего, внутрь периметра зайдут и сделают, что хотят. Ну, или что смогут за какой-то промежуток времени. И вопрос теперь не в том, как... В целом, нам понятно, как защищаться от тех рисков, про которые мы знаем, которые можем как-то спрогнозировать. А что делать с тем, что мы не знаем, что мы не понимаем, к чему мы не можем приготовиться, там, постелить соломки, мы не можем. План Б на такой случай написать очень сложно. Произойдет что-то, и мы должны на это как-то реагировать. Опять к Насиму Талебу. У него есть книга, называется «Антихрупкость». И в ней он говорит, что он описывает интересные свойства, да, есть хрупкость. То есть это свойство предмета, когда ты прикладываешь ему усилия, оно ломается. А есть ли такое свойство, когда ты прилагаешь к нему усилия, оно становится еще сильнее? И он рассуждает целую книгу про это. И вот эта антихрупкость, или я с другой стороны могу сказать, наверное, переложив на наши рельсы, устойчивость организации к различным потрясениям, к различным внешним воздействиям, которые никто не планировал, к которым никто не готовился. Вот эта устойчивость, да, вот про нее я сейчас и хотел бы немножко вам сказать. Я вижу три направления приложения усилий. Первое – это провести бизнес-импакт-анализ. Есть международный стандарт ISO 22301, есть его русская версия ГОСТ R22301. И как вы можете услышать по названию стандарта, они очень похожи. Про непрерывность бизнеса. И там первый шаг, что нужно делать, это нужно провести оценку влияния разных событий на компанию. И сейчас, ну, так как мы говорим про, ну, в целом говорим про СУТП, я хотел бы говорить об операционных рисках, о рисках остановки ключевых бизнес-процессов. То есть если где-то там курс доллара скакнет, да, это риск, но это финансовый риск, его зарамки. Если остановится основной бизнес-процесс, там, выплавки металла, неважно, там, или конвейер остановится и так далее. Вот про этот процесс я сейчас дальше и буду говорить. Итак, первое – это провести оценку влияния на бизнес. Второе – работать с прогнозируемыми рисками. И третье – подготовка к неизвестному. Первое – бизнес-импакт-анализ. Ну, здесь я, наверное, не буду останавливаться как-то детально и подробно, да. Если это крупная компания, то, скорее всего, там уже были консультанты, которые описали все бизнес-процессы. Там уже, скорее всего, есть управление рисками какое-то большое, которое оценивает все риски. Там уже, скорее всего, есть и риск аппетит, и толерантность к риску. Все уже как бы определено и так далее, и так далее. Здесь нужно просто понять, какие ключевые процессы и подпроцессы наиболее уязвимые и наиболее… Остановка которых приведет к необратимым или близким к необратимым последствиям путем интервьюирования владельцев и так далее, и так далее. Проработать пороги и критерии здесь часто бывает в критерии пишут про репутацию. Кто сталкивался с тем, что надо оценивать риски и влияние на репутацию? Поднимите руку, пожалуйста. Как у вас, успешно получилось? Я в проекты, где я участвовал в бизнес-эпакт-анализе, практически каждый раз мы добавляли историю с репутацией. Ну, потому что это же важно. Но в итоге это просто потраченное время консультантов. Это часы консультантов, которые он потратит на взаимодействие со всей пиар-службой или пиар-директором, ну и так далее. Это не приводит… В России это не приводит примерно никуда. Если вы сами поанализируете, то, ну, вернее так, из того количества информации про атаки или какие-то нештатные ситуации в крупных компаниях, вот какие из этих ситуаций привели к ухудшению репутации компании и ухудшение репутации повлияло ли вообще на что-то? Это раздражает бизнес, но по факту репутация падает только у ИБ-директора, если честно. Ну, потому что, опять же, вот замученная тема Яндекс.Еда. Ну, все же слышали, да? Поднимите руку, кто слышал про то, что у них утигли данные. И они красиво смачились со всеми. Ну, тут кто-то постарался, сделал красивый сервис. Кто перестал покупать в Яндекс.Еде, потому что вот такое произошло? Я не перестал, я… Вот один человек. Наверное, все иностранные методички, они написаны про то, что надо репутацию оценивать, потому что IPO, потому что стоимость акций и так далее, и так далее. У них другой бизнес. У нас ООО, где никакой там оценки бизнеса и так далее, и так далее. Но это важно только при продаже, которая случается там, ну, грубо говоря, продажа в крупных компаниях, она работает вообще по-другому, ну, на мой взгляд, да? Вы можете со мной не согласиться и поспорить, например, в 8 часов, точнее, в начале 9-го у нас будет мероприятие в ресторане… Олег, подскажи, как называется ресторан, где у нас будет мероприятие? О, Сальвадор, да. И там вы можете подойти и сказать, что я не прав, что у вас есть другая статистика, я прям отлично, как бы, готов воспринимать чужое мнение, то есть я в целом нормальный, вот. Итак, вернулись про репутацию. Долго, потому что часто ее вижу, как бы, ну, как бы, зачем она нужна, поэтому на это обращаю внимание. А вот финансовый ущерб, да, там, 3% от оборота или, там, угроза жизни и здоровью человеку обязательно, влияние на окружающую среду и так далее. Уголовная ответственность руководства или, там, ну, короче, лист принимающих решения. Это все важно. Здесь сбоку матрица, которая, как раз, по-моему, где-то она в Хазупе или в какой-то из методик и техник, она присутствует. И сегодня Айрат, если я правильно помню, говорил о том, что надо правильно оценить риски и выстроить, значит, возможно, на вот этой матрице зелено-желто-оранжево-красной, нужно выстроить все в порядке, там, критичности, да, кто-то самый критичный, кто-то менее, кто-то менее. Это очень крутая история, честно, без дураков. Но опыт подсказывает, что в крупной компании, ну, там, если говорить за нефтянку, на это может идти примерно 2 года, на то, чтобы качественно это сделать. А одна знакомая мне компания, они даже мерч начали выпускать с вот такой матрицей. И у меня, кстати, есть такая кружка, где вот есть матрица рисков. А дальше, когда мы разобрались с бизнес-процессами, когда мы разобрались, причем неважно, какой сценарий исполняется, и бизнес-процесс страдает. Важно, что, как бы, произойдет в самом конце вот это вот то недопустимое, которое в итоге все равно так или иначе, рано или поздно произойдет, да, вот на каком промежутке смотреть. Дальше идет декомпозиция на информационные системы, на системы информационной безопасности, на СУТП и так далее, и так далее. И строятся тепловые карты. Здесь я тепловые карты нарисовал, очень хорошо заходит бизнесу. Прям доказывать очень удобно, наглядно, красиво и здорово. Всегда их использовал, всегда это работало, честно. И дальше гэп-анализ, состояние ЭЗИС, состояние ТУБИ, как прийти к тому состоянию, да, где прогнозируемые понятные риски можно митигировать, что-то можно принять и так далее. Но об этом в следующем слайде, да, работа с прогнозируемыми рисками, не буду здесь долго рассказывать, страхование. Кто страхует риски? Вот еще, пожалуйста, вот поднимите руки. Кто страховал? Отлично. Насколько успешно? Успешно? Не реализовались. На мой взгляд, где-то год назад тема была прям на хайпе, давайте, давайте. Все, в России пошло страхование рисков, но что-то как бы прошел год, и, наверное, есть у кого-то скрытые какие-то успешные кейсы, я такого не слышал. Я в страховании рисков остановки бизнес-процессов, я не верю примерно вообще никак. Потому что страховые же, они тоже хотят зарабатывать. Это или будет годовой проект по оценке текущего состояния, сколько должен заплатить заказчик и так далее, и так далее. А потом, когда что-то исполнится, подавать суд на то, чтобы провести всю аналитику. А не сделал ли заказчик что-то такого, что пошло не так, да, и поэтому не платить ему страховую выплату. Да, это как вот вы страхуете машину, вас кто-то врезается, вы приходите в страховую, они говорят, а он таксист. У него это не фигурирует, он таксист, и у вас ничего не работает. Ну, все, приседай теперь судом там и так далее, и так далее. Поэтому в страхование киберисков я не верю, но опять же вы можете прийти и мне сказать, Игорь, в жизни обстоят дела по-другому. Избегание это изменение либо информационных систем, либо процессов, либо того и другого. Это сложная длительная процедура, и к этой процедуре должно быть сверху политическая воля. В одном крупной нефтяной компании весь мой консалтинг шел как по маслу, потому что генеральный написал приказ. Я его распечатал, приходил, назначал встречи вот с 9 до 6, и каждый час ко мне приходили взрослые люди, рассказывали, как обстоят дела. Вот это работает прям очень хорошо. Если это ибо директор начинает, инициирует, то представители бизнеса на это реагируют катастрофически плохо. Ну, вы, наверное, и без меня это знаете. Снижение. Ну, это то, что, собственно говоря, про что сегодня, наверное, все докладчики и рассказывали. Принятие, если уровень риска ниже нашего порогового значения, мы можем его просто принять для того, чтобы вообще ничего не делать, потому что стоимость каких-то работ, она как бы выше, чем реализация, финансовые потери от реализации риска. Это все понятно, да? А теперь что? Подготовка к неизвестному. Как я говорил, есть бизнес-континьюити менеджмент и антикризисный менеджмент, который рассказывает о том, что нужно разработать план, я так скажу, план B, который позволит в любой кризисной ситуации оперативно среагировать. До меня, Людмила, по-моему, рассказывала, ее рассказывали про 4 часа или про то, что где-то счет идет на минуты. Это пример там плана, да, когда случается ситуация в самом левом, да, начинает работать план. И дальше как бы он расписан. В одной телеком-компании готовились, ну, к чему готовится телеком-компания? Для нее плохое событие, это когда у нее сот выйдет из строя, где вся связь и биллинг. И разумный выход – построить второй сот. Но, тем не менее, довели всю эту историю, готовились к неизведанному, а не только к тому, что потеряет сот, да, построили систему управления непрерывностью бизнеса. В итоге на Дальнем Востоке было затопление, по-моему, в каком, в 13, ну, не помню, короче, лет 10 назад. Вся эта система помогла оперативно согласовать деньги на закупку, там, дизелей или аккумуляторов в Китае, или еще какой-то штуки, которая позволила базовым станциям не отключаться, да, а оперативно работать. Или лодки резиновые там они купили вместе с аккумуляторами. Короче, к чему я это? Готовились к чему-то неизвестному, получили что-то неизвестное, получили на выходе, смогли среагировать. В целом это выглядит как хороший кейс. Ну и, собственно говоря, это огромный процесс, это достаточно большие трудозатраты для того, чтобы все это сделать. И это же не конец песни, да, дальше еще идет киберучение, господи, киберучение, штабные учения и полевые учения. И если мы говорим за Невчанку, например, то такие учения, они бессмысленны без привлечения всех смежных подразделений, которые занимаются промобезопасностью, МЧС и так далее, и так далее. Например, где-то на месторождении происходит какая-то нештатная ситуация, здесь собирается кризисный штаб, выезжает в сторону, спасает людей, беспилотик облетает, что там связь, например, пропадает, условно говоря, там, если у кого-то радиорелейная или спутниковая связь, что до сих пор иностранная, например, в какой-то момент они ее могут отключить. Ну, реальный же сценарий, реальный. Ну, и, собственно говоря, проводить отдельные учения, да, там, внутри eBay и так далее, достаточно, не бессмысленно, как сказать, это нужно делать, но, тем не менее, правильно к этому подходить более комплексно и проводить учения со смежными подразделениями. Итак, выводы. Что я хотел сказать? Я хотел сказать, что кибериски, во-первых, это часть больших рисков компании, основной риск – это операционный риск остановки ключевого бизнес-процесса. Не стоит проводить оценку вероятности, умножать ее на потери, это бесполезная трата времени, которая, как бы, ну, никому и не нравится. Репутационные потери оценивать, ну, тоже, как бы, исключительно ради любви к искусству, практического смысла это не несет. Недопустимое так или иначе произойдет, весь вопрос, на какой дистанции, да, ну, может, в ближайшие 20 лет не произойдет, но повезло. Но по факту готовиться к этому нужно, держать в голове это нужно. И если, ну, там, допустим, после моего выступления, которое сейчас уже должно закончиться, вы подумайте, да, такие, подготовка к таким, или защита от таких недопустимых событий – это очень дорогое мероприятие, которое позволит, могут позволить себе очень и очень немногие компании. Работа с известными рисками готовится к неизвестному. На этой радостной ноте я заканчиваю. У меня осталось время или, как бы, надо сесть и замолчать уже? У нас уже времени фактически уже нет. Я бы хотел все-таки дать слово Виталию Александрову, директору по цифровой трансформации НПП «Сток», у меня Шохина. Здравствуйте. Как директор цифровой трансформации у меня переизбыток про информационную безопасность, уже там все, что можно, переполнилось. Ну, почему? Потому что много говорится про ИБ, много говорится про КБ, но мы не забываем, что наше общество двигается дальше, да, и цифровых технологий все больше и больше становится. Есть, конечно, законодательные вещи, да, там, и сегодня на пленарке там спорили о том, что, а что можно отменить и на какой стол присесть, да, там, условно. Но фактически, получается, действительно, здесь нет, наверное, однозначного решения, но учитывать развивающиеся технологии нужно обязательно, да, и вот коллеги, как бы предыдущий Константин рассказал, да, там, о производстве, которое нельзя остановить даже на 30 минут. Ну, при уходе иностранных вендоров это случилось на многих заводах и на многих предприятиях. Вот, но я немножко сейчас чуть о другом. ООН по истокам не шоке, но мы фоем госкорпорацию Рустех, мы самое крупное предприятие по радиоэлектронике в Российской Федерации. То есть 30% номенклатуры российской электроники выпускается на нашем предприятии. То есть мы с чем столкнулись? При определенных, как бы, наборах и наличии, там, 5 лет назад доступности различных технологий, мы столкнулись с тем, что ни одна из технологий для нашего производства не подходила, да, и, как Людмила говорила, что есть уникальные вещи, которые приходится делать или дорабатывать какими-то собственными силами, да. Поэтому мы взяли за свой продукт и сделали Айот-сток, он созвучно с нашим предприятием. Я немножко расскажу про него, и вы скажете, где же тут eBay, где же эта кибербезопасность, да. А я специально эти слайды скинул назад, чтобы, ну, как бы, немножко сделать такую, как это, интригу. Ну, то есть платформа промышленного интернета вещей, она в реестре российского, в реестре Минцифры, зарегистрированная. Она имеет 4 основных направления, которые закрывает сейчас, да. Это работа с технологическим оборудованием почти любым технологическим оборудованием, которая умная. Мы работаем также и с немножко, там, тупин, так скажем, оборудованием. Ну, там специальные датчики просто ставятся дополнительные. Инженерное вспомогательное оборудование – это вентиляция, кондиционирование, все, что обеспечит жизнедеятельность объекта, да. Вспомогательное оборудование – это начиная от пожарных сигнализаций, стендового оборудования и так далее и тому подобное. И сквозная интеграция с BIM-моделями – это для того, чтобы можно было создать цифровой двойник объекта. Потому что датчиков на объекте становится все больше и больше. И платформа позволяет также интегрировать в эту деятельность и совокупные как-то обеспечивающие процессы, туда интегрировать даже человека. И плюс некие технологии, технологии кибербезопасности. Ошибку, правда, там допустили? Ну ладно. Вот. Не буду на этом слайде, честно говоря, останавливаться. Это некий такой паук от того, что платформа закрывает. Она микросервисная архитектура. То есть любая комбинаторика может отрабатывать самостоятельно. Платформа – прямое подключение к оборудованию. То есть мы работаем напрямую с протоколами. Причем коллеги даже с Росатома к нам приходили. Вы там делаете некое устройство, некую установку. И просите, чтобы мы это интегрировали во внутрь этой установки, как некую систему управления. Не буду раскрывать, как, потому что ДИИ подписано. Но в целом даже про приоритарные протоколы мы тоже умеем разбирать и умеем их собирать. То есть сохраняем, естественно, гарантию. Но сейчас при уходе иностранных фендеров не всегда это актуально. Но нужно сделать так, чтобы оборудование вышло из строя при подключении того или иного. На платформе есть, естественно, бигдата, для того, чтобы можно было рассматривать тренды, как это изменения происходили, какие отклонения происходили. И здесь уже начинается интерес кибербезопасности в том числе. Почему? Потому что фактически на трендах можно посмотреть, а что же было, почему отклонения происходят. И отклонения не всегда по вине оператора происходят. Допустим, на том же ЧПУ-станке оператор может отклонять управляющую программу. Но если это происходило не от оператора, а условно по причине каких-то воздействий, то здесь нужно это вовремя отследить и вовремя, наверное, проконтролировать. Потому что технологические процессы, они очень важны. И на разных предприятиях дискретного производства, непрерывного производства. Там все разные процессы происходят, но они, их нужно контролировать, и что они идут правильно по правильному выстроенному алгоритму. Как коллега Игорь говорил, что там по правильному выстроенному бизнес-процессу, не знаю, плану Б, плану А. Ну, расскажу так, что как бы платформа работает с технологическим оборудованием, ЧПУ-станки, стойки все, там, не знаю, там, различные, там, так скажем, печи. Ну, сейчас тоже двинемся, да. То есть, скада встроена на борту, это все летит в озеро данных. То есть, ЧПУ-станки, скада, работа с специфическим оборудованием, со всем специфическим оборудованием. Это полупроводники, это там, где выращивают кристаллы. Таких производств в России, как бы, не так много, и одно из них, как бы, как раз у нас тоже базируется. А работа со стендовым оборудованием, подключаемся к различным стендам, которые генерят те или иные протоколы, да. И, в частности, что нас столкнуло на это дело, у нас есть оборудование, которое мы проверяем, и оператор должен за 30 секунд зафиксировать там в районе 100 параметров. Ну, понимаете, вручную невозможно физически. Подключение к любому термическому оборудованию. Это печи, это всякие там половилки, не знаю, там, которые могут, в том числе, и по непрерывке, да. И здесь тоже надо смотреть, как отклонение, не отклонение происходит, и почему отклонение, да. Вот. Естественно, платформа направлена на то, чтобы поднимать эффективность производства, да. Но здесь есть как раз-таки задачи, которые связаны с кибербезопасностью и информационной безопасностью. Интеграция оператора в платформу, оператор отмечает те или иные, как бы, причины или выполненные задания, которые выданы оператору для, там, выполнения тех или иных технологических производственных операций, да. То есть здесь, в частности, представлен на слайде, как оператор отмечает монтажные работы, которые он выполняет на плате, да. Да, также это могут быть обходчики, также это могут быть различные коллеги, которые работают с тем или иным сложным оборудованием. Естественно, аналитика, потому что это озеро данных, это интеграция сквозных технологий, так называемых, да, о которых говорит Российская Федерация, и встроены в национальные цели цифровой экономики. Можно сделать, здесь PDF-ка, она просто не открывается, да, цифровые двойники того или иного оборудования, очень важного, которое критично для функционирования объекта и критично для эксплуатации, да, то есть он разлетается весь и до конкретного элемента можно указать, где, чего, как. Для чего это сделано? Это сделано для выхода на предиктивное обслуживание, то есть предугадывание ситуации. Но опять же, да, то есть если, как это, инструменты Big Data что-то можно поменять, да, там это как-то со стороны защиты, да, со стороны кибербезопасности, здесь тоже надо смотреть и как контролировать озеро данных, которое годами накапливается. Это инструменты как раз-таки интеграции BIM-моделей в платформу для того, чтобы можно было создать цифровой двойник предприятия-объекта, цифровой двойник конкретной установки, конкретного станка, и на основании этого уже ведется вся эта аналитика. Интеграция у нас сделана, ну, в 22-м году мы сделали с Автодеском, Автодеск, естественно, ушел с России, мы сейчас как бы уже делаем с российскими САПРами. Вот сейчас Ренга сделана, сейчас вот у нас там Тефлекс на подходе, и т.д. то есть мы сейчас всю линейку российских САПРов затягиваем в платформу для того, чтобы можно было модели передавать уже с полноценными метаданными, и чтобы два программных средства общались бесшовно. Вся эта история. Ну, контроллер фида – это перемещение оборудования или каких-то мелких микроскопов по территории объекта. Интеграция с системами безопасности. В частности, здесь представлена система видеонаблюдения, и можно как бы выхватывать конкретный отрезок времени, при случае, когда случается та или иная ЧП ситуация при выполнении той или иной операции. Но здесь ЧПУ-станок представлен, то есть есть ситуация, когда на ЧПУ-станке как бы нажимается кнопка авария, и надо зафиксировать, а что же делал оператор. То есть 30 секунд до и 30 секунд после. И это как бы система выхватывает и хранит у себя, потому что для того, чтобы можно было произвести еще не только разбор по данным, но еще и разбор физически по видеонаблюдению. Потому что когда ночные смены, да и вообще любая там дневная смена, когда у вас там больше 10 единиц оборудования, это тяжело контролировать. Все это сводится в единый ситуационный центр, где можно контролировать все состояние объекта и какие технологические процессы происходят, как происходит и есть ли отклонения. А теперь самое, наверное, интересное, да, то есть где же здесь кибербезопасность. Мы на самом деле, когда создали систему, начали думать о том, что фактически как бы мы подключая любое устройство, да, дотянувшись сетью до него, как только воткнули джек, мы понимаем, что устройство становится у нас, как это, уязвимо. Да, потому что это даже, пусть это в сети СУТП, пусть это условно изолированные сегменты или через шлюзы какие-то, да, но всегда может попасть какая-то история, которая начнет генерить. Или тот же работник предприятия, когда у вас очень большое количество людей, вот у нас на предприятии 7 тысяч человек, да, то есть даже если это изолированная сетка, все равно кто-то может как-то произвести какие-то... Вот, и мы на первом этапе встроили инструменты ловушки, DDP так называемые, да, которые у нас имитируют работу того или иного оборудования. То есть они имитируют оборудование сетевое, технологическое и инженерное. То есть фактически находясь в технологической сети, эта ловушка, она как бы имитирует эту всю работу, и как бы если злоумышленник попадает, то он производит определенные, как бы, да, там мероприятия. Я просто не как-то, не ИБшник, не кибербезопасник, я директор по цифровой трансформации, но хотя в подчинении у меня есть отдел кибербезопасности, но в целом, то есть фактически получается, что сеть, в сети работает определенная, так сказать, ловушка, да, это, наверное, общепринятая, как бы, история. И дальше, как бы, естественно, если злоумышленник на нее попадает, а так она делает все для того, чтобы он на нее попал, это все интегрируется в общую систему и контуры информационной и кибербезопасности, да, то есть DDP сразу работает с EEM, это решение, ну, у нас сейчас интеграция с Positive Technology, потом SAR, это Security Vision, и такой, как бы, замкнутый круг получается, да, то есть фактически, как бы, платформа знает, что произошла история, CEM знает, что, как бы, надо реагировать, и фактически мы можем, как бы, на первых этапах предугадать, наверное, те или иные действия злоумышленника. Поэтому фактически, вот мой, как бы, посыл, наверное, да, это то, что мы при внедрении инструментов информационной безопасности не должны забывать о том, что у нас цифровизация и автоматизация, и при внедрении цифровой трансформации и автоматизации не должны забывать, что у нас есть какие-то вещи, да, просто на самом деле, вот, форум больше, конечно, заточен на ибэшников, но вот моя рекомендация, да, больше 50-50 приглашать айтишников и безопасников, потому что, на самом деле, диалога не хватает. Вот, поэтому вот такой вот инструмент, такая платформа, которая, как бы, вот, позволяет нам, как бы, контролировать, в том числе, периметр, и в том числе, периметр сети АСУТП. Пример реализации, ну, здесь показан боевой цех, как бы, нашей истории, как бы, нашего предприятия, где ЧПУ-станки, да, там, боевой цех, где показан предключение инженерных систем, то есть, фактически, в платформе прям раскладывается по слоям, причем можно разные доступы настроить, что один видит вентиляцию, второй видит, не знаю, там, диагнозованную воду, третий видит еще что-то, четвертый видит что-то, вот, и разные диспетчера. Ну, опять же, здесь решение принимает производственник и диспетчер, не ИБшник. Почему? Потому что, фактически, он отвечает за производство, ему принимать решение останавливать производство, или он пошел с браком, да, и он, как бы, эти риски видит, даже, вот, вплоть до того, что изменение температуры и влажности и запыленности в чистом помещении, да, то есть, ему все равно принимают решение, потому что он человек от бизнеса, по сути, да, то есть, наверное, все-таки, как бы, вот, тут тоже был диалог, а кто принимает, вот, про автономные локомотивы, да, кто принимает решение, администратор по безопасности или администратор все-таки, диспетчер. Ну, я склоняюсь в то, что принимает решение диспетчер, но он должен понимать, что происходит, да, на какие-то базовые навыки иметь, что его там где-то там подломали, там еще что-то, да, то есть, и здесь, наверное, администр по ИБ или кибербезопасности, он должен локализовать причину и не дать развиваться ситуации, чтобы бизнес не остановился. Ну, это, на самом деле, разное представление, потому что операторы у нас работают по-разному, кто-то работает с немосхемами, кто-то работает, условно, с 3D, кто-то работает вообще с дашбордами, и разный уровень управленцев принимает разные решения на основании конкретной истории, да, и здесь, наверное, платформа, вот мы специально затачиваем историю, что платформа сообщает о том, что она в нормальном, как-то контрольная сумма совпадает, никто не нарушил ее периметр, поэтому здесь вот как бы это важно, и не надо об этом как-то забывать и умалчивать. Ну, вот так, я постарался быстро, потому что у нас времени в тайминг-тайминг, да, поэтому не будем больше, наверное, останавливаться. Если вопрос есть, готов ответить. Спасибо, Виталий, я думаю, вопросы будут, да, очень содержательно, интересно. Спасибо вам, что пришли, досидели до конца, надеюсь, это было полезно. Спасибо. 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 Спасибо.